Книга вторая. Смерть лошадки. Нахлобучив берет на самый лоб, я вошел в кабинет. Фелисен Ладур, родной брат торговца кроличьими шкурками, ставшего чуть ли не магнатом кожевиной промышленности, Фелисен Ладур рассматривал в лупу обращик распятого Христа. Тогда, поднеся муляж вплотную к своему единственному глазу, он вглядывался в него с такой страстью, словно молился. Весь стол заварен был точно такими же муляжами. Но поскольку деревянных крестов еще не успели сделать, вся эта группа Иисусов, ждущих поклонения, имела почему-то не слишком мученический, а скорее уж спортивный вид. Я ждал, что они вот-вот начнут дружно выполнять различные приемы шведской гимнастики. Но Фелисен Ладур, начисто лишенный воображения, вполне довольствовался ролью многоопытного и солидного директора Сентимы, процветающей фирмы по изготовлению предметов религиозного культа, с которым Северизо, мой отец, и барон де Сальдозель, мой дядя, были связаны с самыми благочестивыми интересами. В данный момент Кривой, голосом куда более глубоким, чем его пустая глазная орбита, прикрытая моноклиями черной тофты, изрекал свои суждения насчет коммерческой ценности Иисусов. «Испоганили!» — ворчал он. «Взяли и испоганили. Да разве у этого, бедняги, спродальческий вид-то? Ноги, ноги! Нет, вы только посмотрите на ноги! Ну разве такие ноги у распятых бывают? Это же балерина, а не Иисус Христос!» По другую сторону стола стоял начальник муляжного цеха. К его трагически поджатой нижней губе прилип окурок сигареты. Ладур спрятал лупу в карман. Снова взял Иисуса. Отодвинул подальше. Приблизил к самому лицу. Повернул влево, повернул вправо. Сначала выпуклой, потом полой стороной. Головой вниз, головой вверх. Нахмурил левую бровь, затем нахмурил правую. Нерешительно присвистнул, и вдруг его осенило. Нет и нет. Так дело не пойдет. Ну вот что, давайте-ка пустим в серийное производство наш прежний номер 53, только улучшенный. Хотите искупить вину, потрудитесь создать богоматерь нового образца. Сделайте мне такую богородицу, чтобы ее из рук рвали и в Урде, и в Нотр-Дам-Дюшен, и в Ла-Салет, и в Ченстахове. Словом, так сказать, промежуточный тип. Понятно. Тут только Ладург смотрел на меня, заметив. Да это, оказывается, вы, хватай-глотай. Воскликнул он и махнул рукой начальнику цеха уходимого. Мол, ну, подойдите сюда. А почему вы стоите на самом сквозняке? Боитесь компрометировать себя? Моя фирма гордится. Тем он вдруг запнулся, поскреб пятерней кадык, скривил губы, как бы желая проглотить слово, уже давно изгнанное из его лексикона. И уточнил, бросив в мою сторону пронзительный взгляд циклопа, с давних времен ваше семейство гордится тем, ну, короче, оно вложило в наше дело кое-какое капитал и получает недурные дивиденды. Так что входите свободно, ну, снимите ваш берет. Честное слово, Ладур, Фелисиан Ладур, брат Сарамятника, вовсе не думал насмехаться. Он смеялся самым простодушным образом, нет, правда же, от месяца к месяцу, я заметил это еще во время редких появлений Ладура в коллежах, он становился все более дородным, все менее осторожным. — Взять хотя бы то, как он мне сказал, а это вы, словно обращался к кому-нибудь из своих служащих, которого только накануне отпустил небрежным «до свидания». Называл он меня просто «хватай-глотай», хотя подобная фамильярность разрешалась лишь членам нашего семейства и была запрещена всем посторонним, особенно же посторонним низкого происхождения. Неужели за последние три года мир так изменился, что какой-то Ладур смеет обращаться со мной за панибрата? — Никому ни в хвалебном, ни у иезуитов не удалось меня обучить смирению, каковой мой отец считал вежливостью мелкоты или же гордыней святых. Само собой, разумеется, Равуа, наш классный наставник, предостерегал нас против новых веяний века и провидел, что от сыновей не слишком богатых родителей потребуется принятие мужественных решений. Но изрекал он все эти истины ровным голоском, совсем таким же, каким читал нам вечерами по пятницам слащавые нравоучительные книжки. Между двумя зевками он сообщал нам об опасностях мира всего с такой же малой убежденностью, с какой вдалбливал в наши головы вечные истины священного писания и, откровенно говоря, с тем же успехом. Получалось, что опасности мира сего и адские муки — это одно и то же. Скучающая литература, сомнительная действительность, но, во всяком случае, декором был соблюден. «Сударь!» — кричал Равуа, обращаясь к болтунам или к курильщику, потихоньку выпускавшему дым в рукав. «Сударь!» — вы заработаете двойку по поведению, а ежели будете продолжать вести себя как идиот, то схватите и единицу. Суровы и изуиты, но умеют соблюдать вежливость. Поэтому я легче бы снес сухой учтивый тон, чем беспардонную развязность. Я открыл голород, намереваясь преподнести две-три дерзости торгашу, в сущности, славному малому, которого все Резоу, вернее, его супруга, весьма легкомысленно выбрали мне в опекуны, но тут же, повинуясь к какому-то сложному чувству, подавил свою досаду. Ведь наглость — это, так сказать, мерило уважение. Неужели же наша семья пришла в упадок? Как мне неприятно было бы лично для меня это обстоятельство, и для моих родителей оно еще неприятнее. Я испытывал досаду, но, как ни странно, и внутреннее удовлетворение, и, не зная, что сказать, только улыбнулся в ответ, но внезапно моя улыбка превратилась в гримасу. Сквозь стеклянную перегородку, отделявшую кабинет Ладура от конторы, я заметил мою кузину Эдит. Надо признаться, ничуть не изменившуюся, с обычным своим видом гаммаиграющей барышни, она в данную минуту терзала клавиатуру Ундервуда. Ладур перехватил мой взгляд и даже не удивился моему удивлению. «Ну да, да», — буркнул он, — «я взял ее в себе в секретарше, только проку от нее мало, но терроры находятся сейчас в таком критическом положении, что пришлось уступить настойчивым просьбам барона де Сель-Лузель». Еле заметное придыхание. Так пустячок пресекло на секунду его голос, как бы в знак уважения к этому крупному состоянию, еще противоборствующему критическим обстоятельствам. «Впрочем, я пользуюсь услугами еще одного вашего родича», — продолжал Ладур. «Леон Резон, которого мне также рекомендовал ваш дядюшка. Приятнейший человек ваш дядюшка, но между нами, будь сказано, чересчур благоволит к родственникам. Не будь я постоянно на чеку, он заполонил бы всю сантиму членами вашего семейства, лишившими соренты и не имеющими определенной профессии. Я не о Леоне говорю, на него как раз грех жаловаться. Он у нас лучший камевояжер, и я подумываю поручить ему управление нашим миланским филиалом. У него, у этого мальчика, ну, прирожденный талант к коммерции, открывшийся совершенно неожиданно. Он ведь чуть было не поступил в духовную семинарию. Впрочем, он, так сказать, остался при том же товаре и с таким же рвением торгует своим благочестивым набором, что сумел привлечь к лентуру. Но, кажется, хватай-глотай, мои слова вас шокируют. Фелисиан Ладур ничуть меня не шокировал. Он меня раздражал. Не люблю тех, кто лишен чувства благодарности. Не люблю эту манеру высмеивать людей и вещи, которые тебя же кормят, особенно если субъект, повинный в подобных грехах, не может сослаться в свое оправдание на то, что снисходительная ирония является наследственной чертой его характера. Ирония терпима лишь в малых дозах, как перец. Но куда больше ошеломил меня тот переворот, о котором никто не заикался и который в рекордно короткий срок в корне изменил дух нашего семейства, заставив откинуть свои вековые предрассудки и обратив его представителей в новую житейскую политику. Ведь сам барон Десель-Дозель в одной из своих посещений хвалебного заявил моему отцу «Положение нашей сестры трагично, не спорю, но по мне уж лучше пусть погибает с голоду, чем идет в гувернантке. Лучше вообще не помогать родственникам, чем помогать им опроститься». Ну, что ж, этот кремень, этот несговорчивый барон сажает родную племянницу за пишущую машинку, сует в руки родного племянника чемоданчик камевая жора. Святые отцы, не устававшие твердить нам, что их дело грехи пресечь, а при случае нас посечь, святые отцы не раз, повторяю, рассказывали нам о кризисе, но с такой сладостной, с такой христианнейшей улыбкой столь незначительным казался он в их устах, что я и вообразить себе не мог, какие он принес катастрофы. До наших барабанных перепонок, оглушенных наставлениями, полагающимися при благочестивом воспитании, уже не доходил громкий треск рушившихся бюджетов и шарканье целого легиона девиц из буржуазных семей, шествующих в конторы по найму. Пока я пытался примирить в душе глухую досаду и странное ощущение какого-то сообщничества, даже реванша, Ладур веско проговорил. Я, понятно, шучу, но ваш кузен был совершенно прав, как, впрочем, прав и ваш батюшка. Да, ваше семейство не без скрежета зубовного решилось подчиниться духу времени. Как сейчас, помню, словам Серый Зоу, кто же из нас после знаменитого законодательства о наследстве рискнет занять должность в суде? И представьте, рискнул. Да еще с какой радостью ухватился за пост товарища прокурора третьего разряда. Судя по его последнему письму, он весьма огорчен, что по скромности дал себя упечь в Гваделупу, а не добился назначения в Анджеле или в Сегре, словом, где-нибудь поближе к хвалебному, как он поначалу рассчитывал. Ну, конечно, сейчас он получает повышенный колониальный оклад. Известно мне также, что у вашей матушки были свои личные мотивы. Вы, кажется, что-то сказали? Я ровно ничего не сказал. Совсем напротив. Я слегка сжал зубы. Но сейчас, надо полагать, все утряслось. Вы уже не дети, кстати. А у нее и на самом деле такой крутой нрав, как говорят. Тут мне ваши родственники столько наговорили, что просто не верится. Любопытно пробормотал я, что же они могли вам рассказать. Когда в кругу родственников появлялась моя матушка, и никто не смел и слово пикнуть. Вдруг Ладур вытянул шею и удостоил меня пристальным взглядом своего единственного глаза, более способного угадывать недомолвки покупателей, нежели порывы замкнутого сердца. Взгляд его лишь царапнул меня, но не проник глубже. Тут огромная голова медленно ввинтилась в шею, плохо выбритые щеки подпрыгнули и прикрыли полоску полотняного воротничка сорок третьего размера. Века опустилась, и хозяин сантимы, даже не догадываясь, чем вызван мой ответ, заговорил самым непринужденным тоном. Ну, так я и думал, так я и думал. Люди вечно преувеличивают. — Характер вашей матушки вполне объясняется перенесенными ею операциями. Больную пожалеть надо. — Жалеть? Я-то знал, что так, кого советовали мне пожалеть. Не потерпел бы этого глагола. Впрочем, именно по этой причине я поспешил согласиться с Ладуром, убежденно кивнув головой. Ну и, слава богу, подхватил Ладур, которому мусиар из зол, несомненно, поручил прощупать почву. Надеюсь, что Рохля, ваш старший брат, придерживается того же мнения. А младший Марк, кажется, или Марсель, ну, словом, тот, кого вы зовете, Крапетом Марсель, поспешил уточнить. Я желаю подчеркнуть, насколько противно мне слышать из уст Ладура мое собственное прозвище. Марсель мне не пишет, Фред тоже. Так что не знаю, что они думают и чувствуют с того самого момента, когда по неизвестным причинам пауза, которая должна поставить под сомнение эпитет неизвестный. Когда по неизвестным причинам нас взяли из коллежи Сент-Круа и рассылали по разным коллежам. Фред в Найнсе его опекает тетя Бартоломи. Марсель учится в Комбре, но, говорят, на последние каникулы его в награду за успехи вызвали в Гладелупу, и он поступил в лицей в Бастере. Впрочем, я им обоим не завидую, ибо заботы обо мне были поручены вам, говорила мое молчание под тем предлогом, что никого другого в Анже не могут подобрать на роль моего опекуна, а на самом деле, чтобы побольше уязвить меня, потому что вы мне чужой человек, и что еще хуже, малоблистательный ладош. А ведь если хорошенько разобраться, этот выбор не так уж для меня не выгоден. Хоть ты через чур ладурно, ты славный дядька, и не особенно приставал ко мне со своими советами. Наш компаньон выдохнул, выразив этим присущим лишь одному ему звуком своеобразное грубоватое удовлетворение. Я сделал все, что мог. То есть, ну нет, я намеревался брать вас к себе регулярно, но мне даны были соответствующие распоряжения, ну, так или иначе, такое положение не может длиться вечно. Ваш батюшка плохо переносит климат колонии. Он в отчаянии. Дом брошен на попечение старухи Фины, теперь почти полной колейки, научные изыскания прерваны. Сыновья, бог знает где, и достигли возраста, когда пора выбирать себе поприще и устраивать жизнь. Коллекция мух гибнет, ставил я жалобным тоном, прозвучавшим вполне натурально. Карьера, устроить свою жизнь, теперь все понятно, все понятно. Не может же в самом деле наша матушка предоставить нас и впредь ненадежному контролю и капризам нашего вдохновения, которое, как известно, диктуется чувствами. Уж давно бы ей пора вернуться из своего изгнания, покинуть свою эльбум. Когда она возвращается, спросил я уже другим тоном, пожалуй, чересчур бодрым, чересчур наигранным. Так больной осведомляется у хирурга, на какой день назначена операция. Не раньше, чем через несколько месяцев. Ваш батюшка должен добиться перевода. Ванжа просится слишком много кандидатов. Ладур повторил свой выдох. Фух. Ничего, кроме распоряжений, продиктованных в последней телеграмме, он сообщить мне не мог. А что будет со мной до их приезда? Ладур растерянно потирал свои отвислые щеки. Наконец-то решился простить меня. Медленно проговорил он. Я еще не успел поздравить вас с успешным окончанием коллежа. Правда, и то, что вы не ввели меня в курс дела, но мне звонил ваш директор. Он считает, что раз уж вы бакалавр, вам нет смысла сидеть в коллеже во время каникул. Но никаких распоряжений я на ваш счет не получал и, как видите, нахожусь в недоумении. Учитывая все эти обстоятельства, я под свою ответственность решил отправить вас на побережье в Морбиан. У нас возле Дамгана есть вилла. Жена и дети проводят там все лето. В октябре... Думаю, что вам придется поступить на юридический факультет католического университета, таково желание вашего батюшки. Мне ваши вкусы неизвестны, но я предпочитаю, чтобы вы сами уладили этот вопрос с родителями, если это почему-либо еще не сделано. На мой взгляд, ничего еще не было сделано. Серый Зо посылал мне все те же неизменные десять строк раз в месяц. Я вполне удовлетворен твоими отметками, но по-прежнему огорчен плохим поведением. Мое здоровье не улучшилось. Позавчера я нашел интереснейший экземпляр Эгерина Американо. Фердинанд и Марсель чувствуют себя хорошо. Целуем тебя. Ни разу этот целуем не было скреплено материнской подписи, так что я успел основательно позабыть изящество ее клинописи. А тремя месяцами раньше месье Резо, любезно намекая на уже принятое решение, удостоил меня следующим постскриптумом. Фред не попал в морское училище и будет учиться в гидротехническом. Марсель, сдав экзамены на бакалавра, будет готовиться в политехнический институт в Сент-Женевьеве. Если ты успешно закончишь второе полугодие, то мы снимем тебе комнату в интернате юридического факультета католического университета, где, как известно, я состою почетным профессором. Хотите повидаться с кузиной? Осмотреть фабрику? Упершись ладонями в край стола, Ладур приподнял со стула свои сто килограммов. Тут только я заметил, что у него под пиджаком серенький жилет, вязанный жилет, восемь крошечных пуговок, все застегнуты, умилительный жилет, чуточку глуповатый, как и все, что подчеркивает в туалете мужа неусыпные заботы жены, жилет, превращавший это директорское чрево в чрево отца семейства. Я из тех, кто близок только с самим собой. Как вам известно, матери у меня не было, была только психимора, но умолчим об этом ужасном прозвище, от которого мы уже отвыкли, и лучше скажем так, у меня не было настоящей семьи, и ненависть для меня стала тем, чем для других любовь. Ненависть? Так ли это? Скажем лучше, я знаю мальчугана, знаю подростка, который, как никто, умел играть в черную меланхолию в те годы, когда детям положено читать розовую библиотеку. Дети не выбирают тех игр, которые им навязывают, только играют они с большим или меньшим увлечением. В 18 лет я по-прежнему близок только с самим собой. Иной близости не может знать бунтарь. В течение семи лет мои родные были для меня лишь сотрапезниками, разделенными на два враждующих клана. Во время нашей разлуки за годы учения в коллеже я, понятно, имел немало случаев завоевать чью-либо симпатию, но отнюдь не дружбу. Учителя, надзиратели, одноклассники, все они уходят, сменяются, исчезают, когда этого никак не ждешь. Иногда успеваешь их узнать, иногда успеваешь их возненавидеть и редко успеваешь к ним привязаться. Кроме того, в религиозных учебных заведениях на дружбу обычно смотрят косо, как на нечто двусмысленное. Только раз уже в классе риторики я сдружился с неким Кириллом, сыном русского колониста, проживавшего на Мадагаскаре. Мы с ним, да еще пять-шесть учеников, делили вместе незавидную участь торчать летние каникулы в интернате. Его скорбь, пленительно русая, тронула меня, но по окончании каникул меня вернули в старшие классы, а его в средние. Через служителя он прислал мне четыре записочки, но пятую перехватил надзиратель, следивший за дисциплиной, и, заподозрив мерзость, упрятал Кирилла в карцер, долго его допрашивал, стараясь установить, какие именно знаки внимания я ему оказывал. Эта история бросила на меня тень, и стоило мне сомнительные привилегии спать рядом с ольковым надзирателем. Кроме того, юные одиночки стали меня сторониться. Я не особенно от этого страдал. Так уж устроено мое сердце, оно мало подходит для функции сообщающихся сосудов. Я даже не протестовал. Конечно, никогда я не был лилии, снежно-белой лилии, которая прямо как стрела выходит из луковицы, подобно тем, что держит в руках святой Иосиф, «Крашный гипс», номер 196-й каталога «Сантимы». Но я ненавижу пай мальчиков. Для меня они как фальшивая монета, и немалая ирония была в том, что за мной укрепилась подобная репутация среди целого полчища извращенных молокососов, каждое воскресенье исповедовавшихся в своем грехе. Конечно, у меня были прегрешения, но хоть неподдельные. В тех редких случаях, когда мне удавалось выбраться за ограду коллежа с несколькими монетами в кармане, я несся на улицу Шартер, где разгуливали дородные бретонки. В то же время у меня был свой головной роман, я хочу сказать, серия нескончаемых, хорошо построенных, хорошо слаженных, логично развивавшихся грез, вроде тех фильмов, в конце которых чудом воскресает пуля устойчивый герой. Именно по этой причине я мог в течение длительного времени пренебрегать чтением, которое является плодом чужого воображения. Какой роман мог соперничать с моим, с тем, который я рассказывал сам себе, своим языком, и где я был одновременно автором и главным действующим лицом? Поначалу это была настоящая эпопея в жанре приключений парижского мальчишки и прямо соответствовала моим географическим познаниям. Впоследствии издательству моих грез несколько видоизменил сюжет. Я сотворил из собственных рёбер не одну, а целую серию не особенно опрятных ев. Все они назывались родовым именем Магдалина. Отнюдь не по причине профессиональной репутации этой святой, а в память о подлинной Мадлен, юной скотнице, которую я в возрасте 15 лет удостоил несколькими небезынтересными встречами в лесах хвалебного. Скажу к своей чести, ни разу Магдалины не довели меня до того, что социологи поэтически именуют рукоблудием в честь суккубы. Впрочем, Магдалины опять-таки во мне саму находили свою противоположность Жанну, то есть существо неприкосновенное, высокочтимое, женское, и поставь меня самого. Жанна Магдалина. Ну и извечная тема, не слишком-то оригинальная, которая не смешивается между собой, как рыбий жир и святая вода. Во всем я был таким образом манихеем. Белое и черное. Я против себя самого. Фикция, разумеется, и комедия. Забава одинокого мальчишки, который упустил случай стать интересным в глазах своих врагов, и который старается стать интересным в своих собственных глазах. Но в равной мере и природная склонность разделять надвое все двойственное, видеть в любой паре не общность, а поединок, превращать жизнь в рукопашную и при необходимости правая рука против левой и сам против себя самого. Лицемерие противоположностей, неустойчивое равновесие на манер вестов, где нетрудно обмесить ворон и голубка. Тенизм и чистота все это на одном насестье. Злобно, клюв к хлюву. В самом себе я обнаруживаю наиболее веский аргумент против той философии, кстати, иеретической, которая изображает человека якобы доброго с природой. Говоря так, я не хвастаю, я просто знаю. На меня нашел стив исповедаться, хотя я давным-давно забыл дорогу, что ведет к окошечку исповедальни в самом темном углу храма, который открывает подагреческий духовник. Не такой уж я любитель откровенностей, но бывает, что мне нравится вывернуть себя наизнанку, и в этом я иду в ногу со своим веком. Я ничуть не презираю сложности, я вовсе не прост. Я всегда считал, что простота и наш век придерживает с того же мнения ближайшая родня нищите духа. Блаженный нищий духом фуганность какая. Никто еще не давал обета стать нищим духом. Единственное непереносимое из четырех бедствий, которое делает человека нищим духом, нищим деньгами, нищим телом или нищим сердцем. Нищи сердцем. Вот она, подлинная самая страшная нищета. Страшная, потому что самая упорная. С помощью воли можно развить дух, разбогатеть, холить свое тело. Но воля бессильна против нищеты чувств, особенно, когда это нищета наследственная. Я думаю о трех наследничках. Думаю о моем брате Фреде по кличке Рохле. Думаю об этой жалкой свинцевой натуре, которую расплавили и вылили в изложницу апатии, где он и застыл раз навсегда. О Марселе по кличке Кропетт, медлительном, скрытном, бледнолицем любимчике мамаши. Об этом горлопане хватай-глотай, который якобы избрал бунт. Какой бунт? Тот, что пробегает по вашей жизни как огонь по Бигфордову шнуру и умеет воспламенять лишь безрассудные выходки да жалкие трескучие петарды? Или тот, кто губит одновременно из самого взрывника и то, что он взрывает? Или тот, что обуздывает себя и становится лучшим пособником справедливости? Ведь бунтуют не только против определенных людей, но против всех, кто на них похож, против идей, которые они исповедуют. Бунт не будет настоящим, пока человек не прекратит бунтовать за свой страх и риск, и особенно, если он не бунтует против себя самого. Но тут уж, как говорится, бунт становится революцией. Стоявшая между Керфлюрет и Сим А. С между двумя гнусными халупами вилла Ладуров красноречиво свидетельствовало об известном наличии вкуса у ее владельцев. Армерия гласила эмулированная дощечка. Сотни квадратных метров садика и ни одного полагающегося в таких случаях куста, зато блекло розовый кирпичный фасад вполне гармонировал с местной лазудием, с этой лавандовой дымкой в белых разрывах, с приглушенной охрой утеса, круто спускавшегося к бухточке Кервуа-Яль, с этой смесью серо-ржавых и серо-влажных тонов, словом, с картиной типичного бретонского пляжа в часы отлива. Шесть настежь раскрытых окон вдыхали сухопутный ветерок, который неспешно рысцой набегал из дальних ланвойских ланд, где, по слухам, нашла себе приют последняя пара волков. 24 июля 1933 года я, жадно принюхиваясь весь ассетинес, предстал перед вратами овчарни как настоящий волчонок. С полдюжины купальных трусиков сохло на кольях распахнутой калитки. Я разглядел медный колокольчик, позеленевший от времени, но он висел слишком высоко, а шнурка не было. Однако я вскарабкался на чемодан и попытался дотянуться до колокольчика. Он издал неопределенное жиденькое звяканье, столь же нерешительное, как и я сам, и сразу же во всех шести окнах показались голые руки, завитушки волос, веселые улыбки. «Ход свободный!» крик получает пронзительный голос, голос чайки. Я не успел пересечь сада, где стохли сети для ловли креветок. На полпути к крыльцу меня затянуло водоворотом юбок, в основном испестая, шотланд, и волей-неволей пришлось остановиться, и я неловко топтался среди садового гравия и восклицаний, явно смущенный этой слишком экспансивной встречей, чрезмерным количеством рук, протянутых камни, словно пальмовые ветви при въезде Иисуса Христа в Иерусалим. В довершении всего юноша на голове у него было накручено величественным тюрбаном мохнатое полотенце, встал передо мной и на манер кудахтающей курицы испустил торжественный призывный крик, крик клана цып-цып-цып, достойный отпрыск семейства, которое все подвергает осмеянью. Я не удержался и нахмурил брови ничего симпатичного и немножко глуповатый и типичный скорняжный выводок. Я слегка пожал наугад две-три руки побольше размером и отвесил такое же количество поклонов, затем с достоинством пробормотал мадемуазель мусе, я жанр резон, имею честь. О-ля-ля! хихикнул юноша, а девицы, озадаченные подобными церемониями совсем завыкали меня, протферикивая это вы между двумя взрывами смеха. Надеюсь, вы удостоите нас честь, надеюсь, вы соблаговолите войти в наш дом, сказала одна из них, склоняясь передо мной в низком поклоне и взмахивая своей рыжей гривой. Моя гордыня рухнула в бездну смущения, напыжившись, как индюк среди изящных цесарок и потрясаевых честь красным махром, я шагнул к крыльцу. У тебя азиотский вид, надо приноровиться к ним, просвещив колживший во мне великий филантроп. На мое счастье юноша в тюрбане положил конец этой сцене. Ваше светлейшее высочество не следует плевать на весь божий свет. Ты здесь закон. Бархни, выстроитесь по возрасту в ряд. Я лично, Самуэль, самый старший, двадцать лет, готовлюсь на агрономический факультет. Вот это Михель, проще Мику, девятнадцать лет, а это Растрепа, Сюзанна, семнадцать лет. Эту сосульку зовут Сесиль, ей пятнадцать с половиной, подчеркиваю, с половиной. Сейчас переходим к категории малолетних, Жаклина одиннадцать лет, Роза шесть и Мадлена два. Пока все. Я думаю, вполне хватит, раздался новый голос. Это явилась мадам Ладур. Явление не бог весть, какое величественное, укутанное в лиловатый, посекшийся халат, в шлепанцах на босу ногу, увенчанное орелом алюминиевых пигуди. она шла на меня не торопясь руки на животе, живот на ляжках, то же самое солнце, что сушило сети, высекало жалкие искорки из крошечного бриллиантика, из смехотворного бриллиантика, объявлявшего всеми каждому, что до замужества, до своей помушки, хозяйка армерии была портнихой. Но она властно схватила меня за плечи, привлекла к себе, звучно чмокнула, взяла за подбородок двумя пальцами, большими указательным, повернула мою голову сначала направо, потом налево, долго всматривалась в мое лицо и, наконец, извекла, вид у юного бакалавра не ахти какой, держу, поверь, что у тебя железки распухли. Она ощупала мне шею и обнаружила железки. Левая ее века студоржно дернулась, как бы желая скрыть огонек на мгновение зажегшихся в ее глазах, зато правая века прикрыла удивленный глаз, сразу подметивший мое смущение для нее непонятное и без колебаний отнесенное насчет моей застенчивости. Застенчивость. Об этом ясно свидетельствовала ее улыбка, доводившая меня до бешенства, и я впился ногтями в ладони, сразу взмокшие при мысли, что Фелисьен Ладур отправил меня на какую-то другую планету. «Ну, в общем-то, у нас неплохо, неплохо», продолжала толстуха, запомнит и обязан «прибавить не меньше двух кило, это моя норма, можешь называть меня тетя, это будет очень мило, я ужасная наседка, цеп-цеп-цеп-цеп», вторично уточнил Самуэль. Эти ладуры меня ошарашили, кто же они на самом деле, простаки, лицемеры, святые, слабые люди. Уж не шла ли здесь речь о том, чтобы с помощью назиданий и квиетизма соблазнить одного из членов семейства Резо известных поборников енсинистской ереси? Как могут эти люди, которые внешне всегда согласны между собой, если не согласны, то лишь по пустякам, как могут они не дадо есть друг другу? Как это они все-таки ухитряются заполнять дом своими криками? Ведь их близость содержала из соли сахар. У ладуров все время целовались, целовались за сос. Зато немало и ссорились. Просто словесный пинг-понг, короткий обмен целлоидовыми шариками перебранки. Напрасно я наблюдал за этими ссорами, которые пугались первой же слезы совсем так, как пугается фанфаром первой капли дождя. Поскольку у всех у них были очевидны глаза на мокром месте, досада заменяла им гнев, и без сомнения только словарь Ларуси мог просветить их относительно точного смысла слова «ярость», ключевого слова моего отречества. к концу недели я вынужден был признать все ладуры связаны друг с другом, как связывают букетик фиалок шнурочком из рафии, и больше всего они дорожат именно этим шнурочком. Что же касается самих фиалок, то они бледноваты, не особенно пахучи, и не всегда хочется их нюхать. Правда и то, что в семействе Резо наиболее чувствительным органом был нос. У нас носы посажены слишком высоко, как у короля Саранте, и поэтому нас так легко тревожит чужой запах. Но недели через три во мне шевельнулась симпатия. Медленная, тяжеловесная, неуверенная, с оглядкой. Нельзя так вдруг сразу принять новый образ жизни. Тот, что мне предлагали здесь, был в моих глазах чуточку приторным. В восемнадцать лет меня начали обучать детству. Тому детству, которого я никогда не знал, и которое я с давних пор считал как бы убожеством, слабостью, беззащитностью против родительской десницы. В восемнадцать лет меня обучали игре. Игре, неразрывно связанной в моей памяти с приказом «Идите, поиграйте, сегодня вы будете чистить мостовую аллею». Что играть тому, кто не только не познал радостной бескорыстности движения, но для кого прямой смысл движения защита, оборона, кому придет в голову просить воина поиграть в солдатчики? Разве не равносилен падению скачок из реальности в видимость? Я тогда еще не знал, что видимость сплошь и рядом надежное лекарство от реальности. «Эх ты, безгубый!» кричал мне Самуэль, видя, как я морщусь во время игры в города. Именно безгубый до того плотно поджимал я губы, снисходя к игрокам. Аппетит к удовольствиям дается при рождении. На фоне этих плотоядных весельщиков я выглядел вегетарианцем. «Итака, Йорк, Итан, и твой брат Сесиль, вычеркивай, Самуэль уже назвал Эфес, Эфраин, это племя, не город», визжала Сюзанна. «Я вмешивался холодно и поучительно большего племя доброго самаритянина», вычеркивая Сесиль. Колебание разрушало все чары. И вот уже играющие вертятся на стуле, обтягивают ёбочки, поправляют галстучки. «Что может быть хуже одного скучающего, который заражает всех насморком, скуки, а ведь у меня самого от скуки вечно скулы сводил?» Мне очень-то весело с этим названным двоюродным братцем. Удастся ли его цивилизовать? К концу месяца я наконец-то сумел приноровиться. По крайней мере, я верил в это, и мне удалось уверить в этом Ладуров. Даже задавал тон. Я первым прыгал в холодную воду, первым бежал на соседнюю ферму, первым шел на приступ дюны. Как и подобает своему парню, я сбивал майонез, мастерил удочки для ловли комбалы, копал червей, орал болотницу, укладывая свечером рядом с Самуэлем, а девочки за перегородкой подхватывали припев, спал как убитый, убитый собственным здоровьем, обжирался свежим хлебом, свежим хлебом их непосредственности, их хлебом, а не моим. По правде сказать, я не стал ни более разговорчивым, ни более живым, я довольствовался механической жизнерадостностью, я радовался иступленно, не понимая, что от этого в кратчайший срок иссякнет и сила и источник радости. Бедный мальчик старается наверстать упущенное, кудахтал ломать на сетку своему супругу, который предоставил себе недельный отпуск и теперь огромный, обросший рыжий щетиной, загровождал собой весь пляж, что и дело подтягивает трусы, сползавшие ниже его узловатого пупка. Не лезьте вы к нему, ворчал одноглазый, о, мой друг, Ладур был прав, бывали и когда не выдержал больше их забот, я задыхался. Где ты? О чем задумался? Что-то наш бакалавр не прибавляет в весе. Я свяжу тебе пулловер, а я свяжу тебе фуфайку. Иди сюда, я тебя сфотографирую. Знаешь, мы теперь тебя не отпустим, ты должен написать братьям, а твоя мама скажи, правда, что твоя мама правдой было то, что мне хотелось подышать в одиночестве. Некогда в хвалебном я отправлялся за глотком кислорода на вершину своего тиса. На этой вышине опасный и живительный воздух был не такой, как везде. Дважды меня внезапно охватывало желание бросить их и бежать, куда глаза глядят. Первая моя вылазка прошла незамеченной, но вторая, которая продлилась от полудня до вечера в песках, покрытых морскими водорослями, лежащих за Пандером, привела весь Кервуа Айаль в ужас. Когда я появился у подножия утеса, все ладжи посыпались вниз по крутой тропинке, ощупывали меня руками, глазами, голосом, что слеслось. Как же ты нас напугал! Мама с ума сходит! Я промолчал. Хорош бы я был со своими объяснениями. Выдумал какую-то историю, случайно заснул у подножия скалы на теплом песочке. Девочки вполне удовольствовали с этой версией. Самуэль незаметно улыбнулся, вообразив, что здесь пахнет приключением, а более проницательное чуття шепнуло мне на ухо «Ух ты, звереныш! Просто хотел от нас отдохнуть!» Фелисиан Ладур тоже не сделал мне ни одного упрека. Он дождался, когда мы остались вдвоем, и сказал своим обычным ворчливым тоном, который я уже научился ценить. «Когда тебе придет охота побродить одному, предупреди тетю, тогда она не будет волноваться». «Нет-нет, молчи-молчи, я тебя отлично понимаю». «Ты пропах затхлостью, ты из тех, кого опасно проветривать слишком быстро. Время от времени уходи, отдышись в сторонке, и не надо слишком прирастать к нашему семейству, не век же мы будем жить бок о бок. Все, что мы можем тебе предложить, я думаю, это не такой уж пустяк, это своего рода сокообмен. Торгуец идолами, неужели ты так же и торгуец идеями? Мне не претит более твоя влажная улыбка, растягивающаяся наподобие улитки. Со временем ты, возможно, поймешь, какая сейчас тебе выпала удача. Я не люблю громких слов, это не в духе нашего дома, но ты сам знаешь, что написано на цоколе нашего 144 номера, на этом ужасном Иоанне Крестителе, предназначенном для сельских церквей, возлюбите друг друга. Скажешь, вот, мол, дурак, но видишь ли, и тут толстяк твой голос дрогнет, это наша небольшая роскошь, и мы ею дорожим. вовсе ты не обязан копировать наши манеры, важно, чтобы ты проникся атмосферой дома. Прошло два месяца, мои вылазки больше не повторялись, так уж я устроен, если мне разрешают искать приключения, они теряют для меня всякую прелесть, тем более, что я проходил курс лечения, единственно подходящий для юных отшельников. и в самом деле пришло время поговорить о другой стороне моих каникул, о моем вторжении в гинекей. Эти гладкие руки, голые ноги, которые то вдруг скрещиваются под коротенькой юбочкой, то принимают нормальное положение. Эти луковицы гиацинтов, поднимающие блузку, на все это я смотрел с восхищением и отнюдь не из-под тишка. Я трепетал перед этой вечной женственностью чистель и трепишниц. Волчонок почуял ярочек. В силу какой оббираться и осмотрительной ладоши, сам пустил меня в свой дом к ягняткам. Приютив меня на три месяца, уж не таял ли он задней мысли пристроить меня навсегда. Но вероятнее другое. Мои восемнадцать лет были мне порукой, а также и моя диковатость, которую он неизменно приписывал застенчивости. Его супруга при всех своих сверхчувствительных щупальцах в этой области полностью лишалась дара прозорливости. Если не существует знаменитое состояние материнской благодати, оно не переступает границу самого материнства. Благодать эта смеяется святым неведением, или, вернее сказать, полнейшим забвением, хотя матери сами в свое время видели, как их сверстники мальчики мямлят, отводят глаза, нервно перебирают пальцами. Зато дочки с первого взгляда разгадывают тайный смысл такого странного поведения. Честь и хвала этим дамам. Я весьма их уважаю за смелость, за искреннее убеждение в том, что они полны благодати. Разумеется, я вправе судить об этом, но верность суждения рождается в споре с тем, что над тобой властвует, и даже с тем, что тебе мило или ненавистно. Ну, малютки, кто же начнет? Мишель, Сюзанна или Сесиль? Приятно округлые, вы все до одной на первый взгляд вполне годитесь. Если же я не гожу с вам, это уже вопрос второстепенный, насчет этого тоже можно еще поспорить или даже повздорить. Самое тревожное тут, что по всей очевидности вы отнюдь не Магдалины, но столь же очевидно, что вы и не Дианы. Как бы то ни было, можно рискнуть хотя бы ради чисто спортивного интереса, чтобы испытать свои чары. Чары Ризо, в которых нет ничего чарующего, чары, которые вскармливают змею. Добрая старая философия, добрые старые символы, мы обнаруживаем их здесь, искрящихся лукавством и мечущих свои угрозы посреди ваших радостей. Помнишь психимора, помнишь мамочка, в то время, когда я умел оскорблять тебя одним единственным взглядом, свящим в твои зрачки, мы звали это перестрелкой, но тут иная перестрелка, почти что невинная и куда более легкая. Под моим пристальным взглядом барышни чувствовали я это подмечал легкий трепет, равносильный удивиться первому нечистому помыслу. Понятно, они не собирались окунуться в первую попавшуюся эмоцию, они ничуть не напоминали в этом отношении Иву, но хотя 25% своего существа были романтичны, как и положено девственницам, они-то знали, чем обязаны сентиментальным романом Дели, женским иллюстрированным журналом и эпилогом американских фильмов, я их заинтриговал, а значит заинтересовал, вот и все. Ни малейшего кокетства с их стороны никаких уловок. У нас, то есть у них и у меня, были слишком тяжелые веки, ничего не происходило, ничто не вытанцовывалось, но все, что говорило с нами, звучало уже не по-прежнему, а давало иным звоном друзья, безусловно, хотя бы через силу. Разумеется, у меня имелась избранница и, конечно, старшая из сестер. Когда очень молодому человеку приходится выбирать среди нескольких девушек, что бывает нечасто, он обычно склоняется к самой старшей. Таким способом ему как бы удается повзрослеть, доказать себе свою мужскую зрелость, в отличие от стариков, которые пытаются сорвать бутончик помоложе, не по испорченности, а лишь в надежде помолодеть в собственных глазах. Поэтому Мику открыл собой список, не более того. Во всяком случае, когда мои намерения определились, ни Сюзанна, ни Сесиль не были окончательно вычеркнуты из списка, а только переведены в резерв, я не шучу. Еще долго я буду распоряжаться чужой судьбой. Любое обязательство перед другими я сочту как бы изменой возможному моему возможному, и какие бы обязательства я сам кроме того не взял, именно мой взгляд будут связаны лишь те, кто может ими воспользоваться к своей выгоде. Не даром же я отпрыск буржуазии. Пусть все прочие довольствуются нашими обедками, идет ли речь о женщинах, о землях или о деньгах, но не повторяйте моих слов. Это важнейшее чувство клана, чувство, от которого отделываются с трудом даже перебежчики. Это чувство наименее официальное, наиболее затаренное. Есть даже десятки учреждений, которые существуют лишь для того, чтобы помешать вам в это верить. И они распределяют наши объедки, но именуются благотворительностью. Итак, повторяю, у меня была избранница Сюзанна, и Бог уже вечно она была растерепана веснушки, резкие как у чайки, голос, большие ноги несколько ее портили, притом ничуть не задорная, только колючая, как каштан, вся в скорлупе, а словом, одна из тех девиц, которые становятся аппетитными, только будучи испечены, я хочу сказать, влюблены. Ну, а длинная вялая Сесиль, она была и в прям слишком для меня молодая, чернявая, медлительная, еще долго буду я вспоминать ее сутовую спину, благодаря которой у нее был такой вид, словно она болтается в воздухе, как кукла на гвоздике со своими фарфоровыми пятнадцатью годами. Другое дело, Мишель, и еще какое другое. На первый взгляд этого не скажешь, ее надо было узнать, и уж поверьте, я сумела узнать ее за шестьдесят два дня. Глаза у нее были светло-голубые, цвета голубых фланелевых пеленок. Ее косы, ни белокурые, ни карстановые, дважды огибали головку. Мику упорно отказывалась подражать сестрам, не желая стричься, и содрогалась при слове перманент. Тонкость лодыжек, запястья, и шеи, и талии противоречила ее происхождению, но зато ее выдавал пушок на коже. Вернее, даже не пушок, а просто волосы, если говорить о ногах и предплечьях, очень переменчивая. В иные дни она была восхитительна, в иные никакая. Ее немного угловатая личика, скажем лучше, резко очерченная, не терпела ничего уродующего, то есть ни усталости, ни печали, короче, девушка, которая красиво улыбается и некрасиво плачет, красота, нуждающаяся в счастье. При разговоре она наклоняла голову влево и слегка пришепетывала. Грудь мала, зато трепетна. Ученый отнес бы ее к категории дыхательных, грудь тех прославленных влюбленных героинь романов, которые охотно приводят в движение грудную клетку. В счастье, эта деталь искупалась твердой линией подбородка и гордой осанкой, словом, нечто предназначенное для романов, но отнюдь не для мелодрамы, не для флакончика с нюхательной солью. Существует итальянская пословица, которую можно перевести примерно так «Хочешь заполучить Марию, сделай вид, что хочешь заполучить ее сестру». Не зная этой пословицы достаточно жестокой для женского тщеславия, я применил ее на практике. И в 18 лет бывают свои озарения. Мику быстро заметила настойчивость, с какой я держался поближе к Сесиле. А я также быстро заметил, что она это заметила, просто по манере сновать иголкой или пришивая пуговицы, откусывать нитку. Но в скором времени она догадалась, что мое ухаживание не заслуживает серьезного отношения и сумела дать мне это понять неуловимо насмешливо, подергивая уголком рта. Потом эта невинная игра стала ее раздражать, и не нужно было соблюдать те семейные традиции, которые имеют в своем распоряжении целую систему могучих рычагов и все-таки охотнее прибегают к механизму мелких хитростей. Она дала волю нервам, начиная от сердитого прищура, да и все же все, от звонкого нетерпеливого пристукивания каблучком до наклона головы, как у кошки, заметившей, что собака лакает из ее блюдца. Когда, по мнению Мику, шутка слишком затянулась, она, прекрасная минервочка, перешла в атаку. Если возле меня оставался пустой ствол, она говорила в сторону, занята, все флиртуют. Невозможно было выйти из сили в сад и не услышать за спиной, ай, вы там, а третий не лишний. Мику произносила скороговоркой, ай, вы там, и, завладев моей левой рукой, увлекла меня за собой на буксире, а ее сестрица разиня трясилась по правую мою сторону. Как-то вечером я вызвался идти на ферму за маслом. «Оставьте его, дети, оставьте в покое», сказала мадам Ладош, свято соблюдавшая нашу конвенцию. Я запоздал. Когда я возвращался, думая о чем-то, я заметил, что у подножия каменного распятия, стоявшего примерно на полдороги от фермы, сидит Мику. Хотя уже темнело, она прилежно вязала и не подняла при моем появлении головы. И тут же мой ангел-хранитель шепнул, «Я и не знал, что ты призывал эту даму. Надвигаются сумерки до крайности поэтичные, во всяком случае уже густые. Ты вполне можешь ее не заметить. Скорее беги с откоса, мой мальчик, крой прямо через поля, а если тебя окликнут, Жанн, окликнула Мику. Я не утверждаю, что этот день был тем самым днем. Но скажите сами, кто сумеет разубедить в этом юную чету, которая, размахивая руками, возвращалась домой, нескала на вершине утеса и, казалось, позировала перед фотокамерой в роли двух отчетливо вырисовывавшихся китайских теней, двух глупеньких теней, до того чистых, что любой режиссер пришел в отчаяние, две тени, не способные даже следовать ритуалу, обязательному на закате, багровом, как нескончаемый поцелуй, две тени, столь воздушные, но столь заговорщически близкие этому закатному часу и всей земле. Архангел в сандалиях Архангел всего на пять минут и, возможно, проклятый на всю свою дальнейшую жизнь за эти несколько минут. Мне нечего сказать об этом и нечего подумать. Где-то далеко передо мной море и прошлое отступило вплоть до линии будущего отлива. И так же далеко перед ней чуть крепнет ветер, еще совсем слабый, он щадит ее юбочку из шотландки, уносит за горизонт последнюю чайку. Но какой же это болван намеревался испытать свои чары? Не его ли самого испытали? Мы можем вернуться домой неторопливые и незаметные. Для меня, если не для нее, этот день все-таки стал тем днем. на следующее утро мои каникулы внезапно кончились. Мы еще сидели за завтраком, когда принесли еженедельное послание от Фелисиена Ладура, уже давно вернувшегося к своим гипсовым фигуркам. Тетя удрученно прочла вслух. Родители Жана весьма настойчиво выражают желание, чтобы он участвовал в подготовительном семинаре будущих студентов в приорстве Сен-Лом. Следовательно, он должен возвратиться самое позднее к вечеру в воскресенье, чтобы поспеть в понедельник утром к началу занятий. По окончании занятия он поступит на юридический факультет католического университета. Мадам Ризо просит напомнить, что сын профессора, даже только почетного, освобождается от уплаты за учения. «Эта чертова психибра, верно, себе крикнул я во все горло. Жан, я многое принимаю, но только не грубости», осадил меня мадам Ладур, я тотчас проглотил язык. Тетя Мику, Самуэль, все присутствующие подняли на меня умоляющие глаза. Из стыдливости, из вежливости, а также смутно догадываясь о своем убожестве и не стремясь выставлять его на показ, я в течение двух месяцев воздерживался от нелестных высказываний по адресу нашей семьи. В области идеи Ладуры, как и большинство людей, были способны понять и даже принять чужие идеи, не осуждая их. Зато в области чувств они были не столь гибки, но понять то, что не перечувствовали сами, они могли лишь путем противопоставления, путем взаимоперемещения ценностей, или точнее переменяя знаки. Такое понимание, как и любое другое, основанное не на опыте, а на простой умственной операции, оставалось всего лишь представлением. Эта толстуха, мяукающая, принимаю, ровно ничего не принимала. Она признавала факт, она извиняла его, видя его первопричину, но она отказывалась подчиниться его жестокой логике. Логика наоборот. Ох, скандалы скандалов, круткие уютные мозги. Добра тетушка, если ваша логика идет от сердца, а не от мозга, так почему же вы тогда требуете, чтобы моя логика опиралась на стенки моего черепа, а не на полукружье моего шестого ребра. Однако еще необходимо пояснить. Изучение права меня нисколько не интересует. Я не хочу быть адвокатом, а уж тем более судьей. Можете вы себе представить меня в судейской шапочке со слюнявкой под подбородком? Для того, чтобы быть судьей, необходимо обладать изрядной долей наивности или, напротив, извращенность. Постой, постой. Прервала меня мадам Ладур. Теперь ты уже взялся за отца. Если ты выбрал себе другую профессию, так и скажи. Во время каникул ты действительно надумал что-нибудь стоящее? Молчание. За долгие годы я привык к молчаливым ответам. Но не весь Божий свет умел на манер нашей матери разгадывать этот безмолвный язык. Мое молчание гласило, уже давным-давно я знаю, чего хочу. Единственное, куда мне хочется поступить, так это в школу журналистики в городе Лиле. Но если говорить по правде, я предпочел бы немедленно устроиться в редакцию какой-нибудь газеты, чтобы набить руку, а главное добиться материальной независимости, источника любой независимости вообще. К несчастью, мне известно на сей счет мнение моего отца, журналистика открывает множество путей только при условии, если ее бросить, так лучше вообще за нее не браться. Или еще Ризо не занимаются раздавленными собаками. В нашей семье насчитывающей из десяток борзописцев, самым великим из коих был неутомимый Рене Ризо, журналист считается чем-то вроде бедного родственника, такую упрямую башку может занести в любую редакцию. «Давайте в руки оружие этому бесноватому покорно благодарим. Юриспруденция, одна лишь юриспруденция, способна выправить сбитые на бекрень мозги, юридический факультет прибежище калебрящихся, юриспруденция помогает повзрослеть, это вроде как бы зуба мудрости, ты действительно что-то надумал?» настаивала мадам Ладур. «Лучше было сразу выйти из игры и снискать себе полусвободу студенческой жизни, потом разберемся. Полесье у меня просто не было времени думать». «Ох, как это мило по отношению к нам», сказала моя псевдотетя. Тут началась сцена прощания, осложненная советами, укорами, разноголосыми восклицаниями, я безропотно позволил прижать себя к стиреневому халату мадам Ладур и вышел из ее объятий лишь за тем, чтобы упасть в объятия девиц, которые по очереди выступали вперед, дабы впиться поцелуем в щеку изгнанника. Мику с улыбкой на губах, хотя чувствовалось, что она всей своей сутью опровергает эту улыбку, меня не поцеловала. Я оценил ее такт. В известных случаях сдержанность гораздо более красноречива. Понятно, что Самуэль по-мужски пожал мне пятерню и выразил вслух общее мнение. Договорились, когда мы вернемся домой, то есть через две недели, надеюсь, ты к нам придешь. Возможно, и приду, но не наверняка. В поезде, который катил к нам, то к Анже, мне встретилась девица в английском костюме ржаво-коричневого цвета, стоявшая прямо посреди коридора, без сомнения, Магдалина, возраст неопределенной, скажем, двадцать. Очевидно, из экономии она сберегла свою детскую горжетку, два хорька, чисто декоративные, симметрично лежавшие на обоих плечах. Казалось, что эти профессиональные душители кроликов впиваются и прямо в сонную артерию, губы с сердечком накрашены, вернее, многослойно намазаны дешевенькой помадой из магазина стандартных акцент. Броши из того же магазина, помещенные между грудей с целью прикрыть ложбинку, слишком часто посещаемую мужскими взорами. Какая-то нелепая пластмассовая блямба. Ногти покрыты лаком, но не в тон губам. Два оттенка красного спорят между собой. Шестимесячная завивка, волосы белокурые, у корней темные, кончики пальцев истыканной иглой, кончики грудей расцвечены целлулоидными сережками, впрочем, и она за мной наблюдает. Я истолковал себя просто так, без всякой корысти ее мысли. Костюм потрепанный, но сидит хорошо, лицо жесткое, как у пирата Кида. Он буржа этот мальчишка. У него в кармане перчатки, вкус у него неплохой, раз он мной интересуется. Если бы от взгляда можно было промокнуть, на мне бы уже давно сухой нифти не был, причастен неаккуратно, как все новио. Термину новио я только что обучил автор романа за три франка пятьдесят сантимов, которые она держала в руке, синяокая андалузская или тайна испанской ревности. Она не таясь, поворачивает ко мне голову раз, и другой, и третий. Я улыбаюсь, она улыбается. Ну, что? Пойду с ней, не пойду с ней. Нет, не пойду. Конечно, не мику помешало мне пойти. Ну, что мне мику? Будь она мне даже дороже зеницы ока, такой третеразвядный сателлит не помешал бы ей блистать на небосклоне. для женщин, как и для планет сателлит, это скорее почетно. Как-то яснее становится идея грандиозности вселенной. Нет, не пойду. Но если я не пошел, хотя жал коричневый костюм, оглянулся в четвертый раз, то лишь потому, что слишком живо было во мне чувство благоприличия. Называйте это как вам угодно, я называю это благоприличием. спускалась ночь и вчера в этот самый час я был на утесе. Я давно уже знал это кольцо звонка, знал это приворство сэндло. Когда мы жили с бабушкой на улице Тампль, еще до приезда нашей матушки, я каждое утро, направляясь в школу, проходил мимо решетки святой обители и сестра привратница следила за мной недоверчивым взглядом, боясь, как бы я не изловчился и не позвонил был их звонок. Как сейчас вижу ее под сенью чипца со стуком перебирающей четки, слышу ее крик вдогонку мне, улепетывавшему со всех ног, я тебе все уши оборву негодник. Как ни странно, но в привратницах состояла вся та же сестра. А я-то думал, что по монастырскому уставу монахинь часто меняют в должности. Она сильно постарела, но чистая цицероновская бородавка на ее носу разрушала все могущие возникнуть сомнения. Она открыла мне двери с ледяной вежливостью, экономя слова, кивнула мне подбородком и, даже не спросив моего имени, молча пошла вперед, неся перед собой свою накрахмаленную кирасу и явное чрезмерное количество юбок, волочившихся по земле и до блеска завоснивших задники ее ботинок. Так мы вошли в сад, как бы прочесанный частым гребнем, усаженный тополями с аккуратными, словно развилины канделябров ветками. Скромные грубки медленно прохаживали сузат вперед, переговариваясь еле слышным шепотком. Привратница остановилась и все так же подбородком указала мне на скамью. «Ваш брат уже здесь», сказала она и удалилась в шуршании юбок. «Брат? Какой? Почему?» Ясно, Фред, вынужденный пройти ту же самую благочестивую формальность, но, как она-то догадалась, неужели узнала? Удивительная профессиональная прозорливость, безошибочная точность взгляда на тренированного подсинья щипца? А я тем временем разглядывал сутулую спину в палые виски, оттопыренные уши, черную гриву волос, нос, по-прежнему искривленный в левую сторону, чуть вздрагивающий от негромкого шмыгания. Покачивался на расстоянии тридцати сантиметров от последнего кроссворда, составленного Рене Давидом. Ах ты, мой чертов Фредди! Ни он, ни я, как, впрочем, склонны к внешним проявлениям чувств, однако мы с ним все же были связаны и в известной мере ощущали свое братство. По моим жилам пробежал родственный итог Эй Рохля. Фердинанд оглянулся, но хоть бы бровью повел. Я знал, что этот мальчик не так-то легко удивляется, но мне было бы приятно подметить хоть легкий блеск в его скучающих глазах под нависшими дугами бровей. Он даже не поднялся с места, а только протянул мне вялую руку, как будто мы расстались лишь вчера, привет, бросил он. И Бога, это не учение о семейной съезде. Здесь, кроме нас с тобой, еще Макс Бартоломи и этот карапуз Анри Тижур. После чего он потянулся, ткнул обкусным карандашом в сетку кроссворда. Вот свинство, сказал он, в ложах пусто, в курилках густо, слово из семи букв. Вот попробуй, догадайся. Я сжал губы, чтобы не дать вырваться на волю целой стотне важных вопросов. Мне показалось, что, как и прежде, Фред равнодушен к важным вопросам и интересуется лишь пустяками. Раздобревший, воснящийся, хорошо, но небрежно одетый, галстук завязан криво, пуговицы не застегнуты, что выдавало нрав их владельца. Мой брат не имел ничего общего с обликом прежнего Фредди тощего шакала. Скорее уж, он стал выставочным, долгом, мирным, неудостаивающим прохожих лаем. Он высунул язык, потом торжествующий им прищелкнул. Знаю, старик, это антракт. Я улыбнулся, передо мной был прежний стопроцентный рохля, довольный настоящей минутой, беспечно отмахивающийся от следующей, весь в приходящем антракт. Этот антракт, затянувшийся на три года, ничего его не изменил. Занавес вот-вот поднимется, а он даже не знает об этом. Нет, на мой взгляд, он положительно не готов для второго антракта. Пока он блаженно издевал, я шепнул на ухо, а ты знаешь, что они возвращаются. Пока еще он вдруг бухнул, не раздумывая, с их отъезда столько всего произошло. Разговорится ли он наконец, вспомнит ли? Мне хотелось бы узнать, если только он сам знает, что стало с Вады Бонкером, с Токе, другими нашими наставниками. Мне хотелось бы знать, что он думает сегодня о нашей перестрелке с мамашей, о Беладонне, купании мадам Резова Мэя. Мне хотелось бы поговорить о старых добрых временах, скажем прямо, о героической эпохе, об этом бойном отрочстве, которое было прожито лучше, чем обычная пресная юность, об этих стычках, как-никак приносивших хоть видимость победы. Но нет, Фредди не хотел вспоминать. Ничего он мне не объяснит, а сообщит лишь всякие мелочи. Тетка Бартоломи кормит отменно, Кропетт окончил учение с отличными отметками. Он, Фред, носит сейчас ботинки сорок четвертого размера, как покойный Марк Плювеньек, брат нашей матери, кстати, о Плювеньеках. Дедушка прислал ему сто монет, хотя Фред и провалился на экзаменах в морское училище. Ему-то повезло, ибо, хоть я и окончил успешно коллеж, бывший сенатор мне даже письма не написал. А насчет деньжат, месье Резова жуткий с Купердяей, ни одного отцу на карманные расходы. Ему наплевать, а каково Фреду даже не погулять по воскресеньям с приятелями, кстати, о приятелях. Макс Бартоломи ничтожество, однако он забавный. А знаешь, смело продолжал мой брат, дядя умер. Речь несомненно шла о дяде с большой буквы, в отличие от многочисленных прочих дядей, о Рене Резоу. Само собой, разумеется, мне стало, это известно из возвышенной речи нашего классного наставника, который в течение часа сумел обрисовать жизнь и творчество дяди и кончил свою проповедь, публично призвав меня походить на покойного. Я ездил на похороны вместе с Максом. Тетка нарочно вызвала меня из Нанте. Дядя был моим крестным, и как старший я представлял на погребении папу. В качестве старшего отпрыска семейства Резо Фред ужасно пыжился. Он вечно будет настаивать на этой привилегии и никогда не сумеет воспользоваться ею подобным Сьер Резо, который без устали твердит о своем авторитете. Но вот этот пресловутый старший брат вдруг изменил тон, хлопнул себя поляшком и громко фыркнул, забыв о сдержанности, которая требует окружающая обстановка. Охи, повеселились мы в тот день. Макс, ты его знаешь, ну он тот долговязый, ну погляди, так кажется, что его насадили на собственный позвоночный стол. А этот коротышка рядом с ним, это Анри. Иди сюда, Макс, Макс, расскажи моему брату о последних словах. Мои кузены, подошли поближе, кузены, с помощью генеалогии я знал, что они мне родственники, и поэтому можно говорить им ты где-нибудь на улице, я назвал бы их месье. Этих незнакомых мне юношей я едва разглядел на юбилей покойного дяди. Тогда они щеголяли еще в коротких штанишках, а теперь на меня двигались верзила и коротышка, осторожно ступая, чтобы не помять складки на брюках. Не дойдя трех шагов, они остановились, шутовские встали на вытяжку, потом пожали мне руку с наигранным добродушием, и Макс, подстрекаемый Фредди, тут же выложил мне свою незатейливую историю. Да, представь себе, накануне похорон в Анже, я стоял на лестнице в доме покойного и вдруг является репортер из Птикурье, видать, новичок, потому что сразу оробел ошарашенный гулом стена, а не размерами первых присланных венков. Подойти он никому не решался и в конце концов случайно обратился ко мне. если мне поручили написать некровок, целую колонку на первой полосе, не могли бы вы сообщить мне какую-нибудь информацию, или вернее деталь, какие-нибудь слова покойного. Я работаю в Птикурье, работаю всего неделю, и мне не хотелось бы упустить такой случай. Решил я было послать его подальше, но вдруг на меня нашло вдохновение, и я сказал ему печальным таким голосом, я, видите ли, его племянник, и не присутствовал при последних минутах дяди, но если вам пригодится перед смертью, как мне передавали, он повторил слова Бореса, лучше прекрасная смерть, нежели прекрасные похороны. И тут я произнес целую речь, запаковал товарец, завязал бантиком, ох, дружок, птип-то ликовал, строчил, сучил от радости ногами, это войдет в историю, мсия, слушайте, в историю, большое вам спасибо. А на следующий день в Птикурье вся эта фраза была вынесена в заголовок, и тетки под своими вуалями допят шепчут, это неправда. Он вовсе этого не говорил. На самом же деле, бедняга за час до смерти сказал, если бы я мог помочиться, мне стало бы легче. Но вершина всего это надгробная речь епископа. Он, прежде чем взойти на кафедру, очевидно прочел газету и во святейшество, как обычно, раскатывая букву Эр сообщил, что в своем безмерном смирении сей великий муж, умирая, прошептал лучшее. Макс согнулся пополам, как складной метр и громко фыркнул. Фрэд, слегка воодушевившись, своротил пальцем налево свой нос. А на это даже не улыбнулся, несомненно, ему было неловко и сам не знаю, почему я разделял это чувство. Граждо легче издеваться над живым, чем над мертвым. Мне, когда я сам издевался над тем благоговением, которым наша семья окружала свое светило и, конечно, с тех пор не переменил позиций. Но если самое почтительное переходит на сторону зубоскалов, я предпочитаю не быть ни в том, ни в другом лагере. Этот самый Макс, который теперь уже не смеялся, но продолжал распространяться насчет старого краба, несомненно, этот самый Макс важно засовывает большие пальцы за вырез жилета, когда его спрашивают ни племянник Леон Академика. Фанельные вина явно начинали превращаться в уксус. Но и в этом уксусе еще долго можно будет мариновать корнишоны, то бишь дураков. Смейте, смейте, сказал Анри чуть ли не вызывающим тоном. Кончина дяди все-таки большая потеря, после его смерти семья распадется. Напротив, возразил Макс, она молодится, и Богу мы слишком долго варились в старом соку. Не будем вмешиваться. Этот спор, впрочем, вскоре иссякший, меня не интересовал. В сущности, оба моих кузена были одного выводка и разнились лишь оттенками характера. Макс не подозревал, что сам следует доброй традиции. Я имею в виду традицию внутри него, все очернительства, которое всегда было у нас в ходу и которое не имеет ничего общего с бунтом. В их представлении омолодиться значит потрясти кокосовую пальму, чтобы на манер дикарей отделаться от отживших свой век стариков, но отнюдь не от их принципов и их земельных владений. Для них важно занять не новые позиции, а просто новые места. В сущности, я знаю кое-кого еще от того, что живет во мне самом, он тоже восставал против отдельных лиц, теперь вдруг понял, что бил мимо, впечатление, впрочем, мгновенное, сразу же исчезнувшее при воспоминании о моих бунтарских вывозках, да кроме того, в саду зашуршала сутана «Все в сборе, пора, господа, пройти в часовую». И так на целую неделю. Проходя поэтапно от руководства по подготовке к принятию духовного сана через духовное упражнение Игнатия Вайовой к методе, разработанной его преосвященством Клерсеном, мы прошли через все. Три года пребывания в коллеже казались нам теперь неестественно затянувшимся семинаром. Ежедневное месо, молитва до и после учения, до и после каждой лекции, до и после каждой трапезы, перебирание четок в течение месяца непорочной делы, ветер поклонов в течение месяца посвященного сердцу и Иисусову и исповеди курс катехизиса, духовное чтение. Каждое воскресенье торжественное богослужение, месо с принятием тайн, месо с певчиней и органом, вечерняя, вечерняя молитва, повечерие, десять дней этих подготовительных занятий для всех без исключения, для причастников, для бакалавров, наконец, перед самым роспуском заключительная и самая важная лекция для философов, прочитанная все тем же прославленным инсеньером Клерсеном, редким специалистом по таким вопросам, умеющим в два счета доказать преимущество духовного сана. Нет, право же, мне совсем ни к чему была эта новая порция переливания из пустого в порожнее. Но какое воздействие могло оказать все это на 30 членцов из хороших семей, которые вызвали наизусть апологетику, а попали сюда в приорство лишь потому, что их послали родители, потому что так принято, потому что молодые люди нуждаются в духовном наставнике так же, как и в учителе танцев или фехтования. «Ну и носище!» пробормотал Макс, рассматривая преподобного отца, который взбирался на кафедру, предшествуемый своим носом. «Дар Божий из пяти букв!» допытывался Фердинанд. «Что это?» И так на целую неделю Фред засовывал свои кроссворды в методическое пособие, которое только что ему выдали. Макс писал стихи на обложке того же учебника. Кроме Анри и еще двух-трех добровольцев, которые поддерживали всю эту благочестивую волынку, все прочее усердно подсчитывали, сколько часов осталось до запрещительной церемонии. А я размышлял, просто размышлял, не согласно планам этих управляемых размышлений, что в моих глазах было слишком сродни методу самовнушения Куэ, а по избранным мной самим направлениям, то параллельно дороги на Дамган, то параллельно дороги на Хвалебное. А Хвалебное восторжествовало. Правда, заслуга в этом принадлежала открытке с изображением замка на обороте коевом серезо нацарапал следующие строки. Дорогие дети, пришлось ускорить наш отъезд. Мы прибыли вчера, так как до вторника у меня не будет моей новой машины, я не смогу за вами заехать. Поезжайте в воскресенье автобусом до Соледа, последний километр пройдете пешком, успешного учения, до скорого свидания. Резо. Когда мы подошли к белому шлагбауму, на нас одновременно обрушились дождь и мрак. Обычные наши кранские дожди, подлинные лицемеры, состоящие из холода и медленно просачивающиеся словно сквозь сито влаги, которые постепенно превращают в болото даже самую плотную глину. Но налетавший сейчас ливень, прошлестев в сухой листве, сразу заполнял до краев обе дорожные колеи, насквозь промочил наши непромогаемые плащи. Поднявшийся ветер толкал нас в бок, пытался прогнать прочь, как прогнал он слуга и унес вдаль стая ворон калечия эти, увеличенные во много раз диакритические знаки, готовые обрушиться на гласные буквы местного диалекта. «По неповторимому лесу, вокруг них образовался твердый нарост. Идиот, куда ты?» завопил Фред. Я догнал его в десяти шагах от дома, где на крыше вертились на полный ход флюгера и шумно выплевывали воду водосточные трубы. Парадная дверь была заперта, фонарь у входа издавна предназначенный указывать путь ночным гостям даже не потрудились зажечь. Но из столовой в щели решетчатых ставен пробивались два гребешка света. Я изо всех сил дернул ставню. «В чем дело?» «Не могли пройти с черного хода?» крикнул властный незабываемый голос. Парадная дверь после трех в повороту включая долгого скрежета задвижек наконец распахнулась и мы услышали еще один крик души. «Только пожалуйста не вздумайте отряхиваться как мокрые собаки». Она, я хочу сказать нашим мать, высоко вздымала лампу с зеленой мраморной подставкой и казалось вся света была направлена лишь на нее одну. Он, я хочу сказать наш отец, с бесцветной улыбкой и такими же усами с морщинистыми веками зажгая глазами теребил в пальцах салфетку. «Третий, я хочу сказать, наш брат стоял позади длинный и скромный такой длинный и такой скромный что в первую минуту показался мне каким-то непромерно огромным как тень жерди в сумерках. «Вытрите ноги», сказала она. «Входите, входите, дети», сказал он с наигранной бодростью. «Добрый вечер», сказал третий, пуская в ход свой новый голос, который стал лишь октавой нише, но ничуть не изменил в септембре. Нас никто не поцеловал в лоб. Мы уже не имели права на родительское благословение. В свое время отец, осеняя нас крестным знамением, касался наших лбов мякотью большого пальца, а мать кончиком ногти. Ясно, мы вышли из этого возраста. Трелл в указанном выше порядке протянуло нам три руки, украшенные тремя золотыми перстнями, на печатке которых был изображен наш фамильный герб. Фред, официальный наследник, недовольно покосился на третий перстень на перстень Марселя. Ого! Удивленно протянул он. Награда за отличные отметки, соблаговарила пояснить, как обычно, не тратя лишних слов мадам Ризо. Но легчайший оттенок презрения относился к провалу Фреда, а снисходительной ноткой в голосе к моим жалким хорошо. Ветер хлопнул дверью, и наша матушка свободной рукой опустила по очереди все три задвижки. Мы уже сняли плащи, как вдруг из кухни к нашим ногам. Подкатилось нечто вроде старой доброй собаки, только в юбке, и стало нас ощупывать, обнюхивать, осыпать непонятными хриплыми восклицаниями. Это была старуха Фина, наша глухонемая. Так как я уже разучился понимать финский язык, состоявший из жестов и звукоподражаний, я от растерянности поцеловал ее. — Хорошенький урок для уважаемых господ и дам, — шепнул во мне все тот же суфлер, который не упускал случая напомнить о своих правах. Но хорошенький урок и для меня тоже. Дорогая моя бедняжка Фина, о которой я ни разу не вспомнил. Но Фина сказала, да-да, мало-помалу я вновь осваивал финский язык. Вот она быстро повертела пальцем вокруг подбородка часто. Хлопнула себя ладонью по лбу, думала, ткнула тем же пальцем мне в грудь, а вас? Возмущенная этими вульгарными излияниями, мадам Резоу пожала плечами и проскрепела, повернувшись к нам спиной. Она теперь решительно ни на что не годна. Всегда была глухая, а теперь еще начинает слепнуть. Как только найду другую служанку непременно отошли финну в богодельню. Да, подтвердил отец жестоким простодушием. После сорока лет, проведенных в нашей семье, она имеет право отдохнуть. Тут в коридоре не жарко, заключил Марсель. А что, если мы окончим обед? Через пять минут мы впрямь закончили обед, отдав дань чисто спартанскому меню, принятому в хвалебном. После лукового супа и яиц всмятку финна, которая натыкалась на все углы и подавала на стол чуть ли не ощупь и принесла компотницу, где лежало пять половинок груш. Глаза мои вновь привыкли к прелестям керосинового освещения. Огромный габелин фамильная гордость медленно погибал между рыхлых панелей, приглашая моль поживиться зябкой идиллии, а мужа психеи. Буквально все, облезвые обои, отливающие зеленью, плитки пола, потускневшие от сырости мебель, с потемневшими бронзовыми аппликациями большие, таганы в камине, съеденные ржавчиной, все вопило о мерзости запустения. В этих вечно туманных провинциях, как и под тропиками, все разрушается до времени, все прооставит селитрой и грибом. Даже сам воздух, казалось, свистлел, и лампы хватало лишь на то, чтобы отбрасывать на стены полоски гниловатого света. Этикет не был соблюден. Серезо сидел на председательском месте напротив мадам, но Марсель сидел одесную господу бога, я имею в виду вышеупомянутую особу. Мы с Фредом примастились на краю стола. Деталь вроде бы второстепенная, но весьма символическая. Про возглашение преамбула новой политики моё место оказалось как нельзя более удобным для того, чтобы молчать и глядеть, и я беспрерывно осматривал всех троих. Он не особенно изменился, и только как-то осел, сгорбился, стал настоящим стариком и был порабощен супругой до корней волос, окончательно побелевших, как бы олицетворевших белый флаг капитуляции. И она не изменилась, разве только кожа, кожа не стала ни дряблой, ни сухой, ни сморщенной, как печёное но она вся пошла мелкими трещинками, будто керамика, и кое-где в эти трещины уже въелась несмываемая грязь. Подбородок, не столь агрессивный, как прежде, уже не выражал злобы, зато её сохранила линия губ. Злоба была последней гваждией, а так и последнего каре. Гусиные лапки у глаз разветвлялись, как пять пальцев руки, и взгляд за неимением лучшего ещё настигал вас, как пощёчина. Но что же означал этот огонёк, временами вспыхивающий в зелёных зрачках? Что означал? Удовлетворение, интерес, любопытство. Не знаю, как его определить, этот огонёк, загоравший в своих глазах на ту долю секунды, когда они останавливались на Марселе. Так изобретатели взирают на своё великое изобретение, несёт ли оно людям смерть или благодеяние, изобрели ли они зажигательную бомбу или проволочку для резки масла. Тот, третий, не обращал на это внимания или не знал об этом. Он просто существовал, был полон самим собой, и комната казалась полна им. Он не замечал нас в величественной своей скромности. Он молчал, но и подавлял всех своим молчанием. Этот субъект говорил с помощью плеч, даже ими не пожимая, и чувствовалось, что она откажется даже от такого способа беседы в тот самый день, когда на эти плечи лягут эпалеты. Он был сыном своей матери скорее по сознательному выбору, нежели потому, что она его родила. Сын своей матери в большей мере, чем она была матерью своего сына и в качестве такового, не столь решительной в боях, сколь в аннексиях, не столь уверенной в своих правах, сколь в своих привилегиях, что в сущности является наиболее характерным для буржуа, словом, сильный. Сильный, как и нация движения, не унаследовавший от отца лишь капельку покорности, принявший форму подчинения собственной силе, пущенная раз навсегда между шлюзом выгоды и шлюзом принципов. Отличные отметки на всю жизнь и по всем предметам, включая близорукость. Прелестный наш Крупет. Как же легко проникал я теперь в его проникновенный вид. — Ты решился, мой мальчик. Вдруг заговорил месье Ризоу. — Ты, надеюсь, будешь изучать право? Пойдешь по стопам отца. — Я доволен. Я очень доволен твоим благоразумием. Я едва не подскочу от неожиданности. Месье Ризоу облизнулся и без дальних разговоров впился последними корешками зубов в грушу. Я тоже проглотил кусочек груши с таким чувством, будто глотаю избирательный бюллетень с единственной фамилией кандидата. Мое решение было того же порядка. Но за отцовским простодушием последовала прямая недобросовестность. — Удивительно, — протянула мать. — Вообще-то он никогда не знает, чего хочет. Она небрежно стала очищать грушу, насаженную на три зубицы вилки, связая тончайшие слои кожуры, потом разделила грушу на шесть кусков, и все они один за другим исчезли в левом углу рта, там, где сверкал золотой зуб. Расправившись с грушей, мадам Резо все так же небрежно извекла свое второе осуждение. — А уж о Фердинане говорить нечего, возможно, он и знает, чего хочет, но хочет он одного, ничего не делать. Ну, не будем преувеличивать. Слабо запротестовал отец. И тут он поймал ее тяжелый взгляд. Простой нажим зрачков отослал отца обратно к тарелке, впрочем, уже пустой. Вслед за тем мадам Резо, выказав полное пренебрежение, заговорила о бантильских почтовых марках с Марселем, о тарифе на морские путешествия с Марселем, о последней статье в Фигаро, все с тем же Марселем. А он с нисходительной дланью пустил по кругу графин с водой. У меня себя злобы, я вспомнил наши бывые упражнения и попытался приступить к перестрелке. Напрасный труд. Мадам больше не желала играть. Тут уж приходилось не играть, а расстраивать чужую игру. Взгляд мадам Резо стал воздушным, легким, как ночная бабочка. Он порхал вокруг моих глаз. Вдруг поднялся к потолку, чуть не опалил в себе крылышки, наткнувшись на ламповое стекло, успокоился лишь на хрустальном венчике ее бокала и вдруг после внезапной метаморфозы вылетел как пуля, сопровождаемая приказом «Пора ложиться». «Вы знаете, какие вам отведены комнаты?» «Я устала». «До завтра». «Вы знаете, какие вам отведены комнаты?» Она говорила с нами, как с гостями. Она удалилась, кивнув нам на прощание головой. Она даже не сочла нужным тащить на сворке своего сеньора и повелителя, который поспешно вскочил с места и пробормотал еще поспешнее. «Мы устали, покойные ночи, дети. Не забудьте помолиться перед сном». Марсель тоже не счел нужным шпионить за нами. Равнодушный к нашим переживаниям, он отодвинул стул, глухо бросил нам покойные ночи и, широко шагая, поспешил догнать мадам Резо и взять у нее из рук тяжелую лампу с зеленой мраморной подставкой. «Здорово!» старуха прибрала их к рукам, а шалело пробормотал Фред. «Тут только я заметил, что нас с ледяным хладнокровием оставили в полной темноте». Но эта мелочь сослужила мне службу. Сверху из коридора мадам Резо не могла видеть нас, стоявших внизу у лестницы, и, думая, что нам ее тоже не видно, сразу ссутулилась, как-то осела, вцепившись в руку своего любимчика. Предательский свет лампы показал, каким металлом отливают ее волосы. Слишком много алюминия было вкраплено в латунь. Старуха? Целых десять лет мы говорили про отца старик, но она тогда не заслуживала ей пить эта старуха, ведь это еще хуже, чем отжившая свой век кличка психимора. Эти седые волосы, этот отказ от невинного поединка зрачков и даже нашего дворения был отказом от более решающих боев. Да, подлинно старуха. Принято. Принято без всякого энтузиазма. Я уже вышел из того возраста, когда клички приписывают магические свойства. Но я знаю также, что царствование дряхлых самое длительное и самое жестокое. Наш дедушка был по-прежнему молодцем, прабабка все еще угасала, наша мать только еще входила в эту нескончаемую старость семейства Плювиньек цепкого семейства ползучих. Такая старость ни за что не отречется от власти. Кроме того, что-то разладилось во мне. Гнев, казавшийся мне законным, казался мне так же мелким или ужасно далеким, возможно, даже я думал излишним. Нам не дано дважды пережить одну и ту же великую любовь, ну а великую ненависть. Я попытался убедить себя, что ненависть сменилась презрением. Четно пытался убедить. И стой же четно пытался и заснуть, скорчившись под вытеским одеялом в моей нетопленной спальне. Я искал себя прежнего и не находил, сам этому удивляюсь. Я негодовал на себя за то, что исчез, и за то, что удивлялся. Я сравнивал и негодовал также за то, что сравнивал. Может ли быть, что на нашей земле живут два таких различных, таких в корне друг другу противоположных существа, как эта и та. Это бывшая психимора, та Мику. Психимора и Мику, уксус и мед, змея и голубка. Моя мать и моя, откровенно говоря, моя, никто. О, только ценная моя, никто. Рот без золотого зуба, пеленочная лазуть глаз. Так почему же мой внутренний суфлер хихикнул? Что я слышу? Хватай и глотай. По-моему, ты читаешь Акафист Деви Марии. Местный фотограф распрощался с нами и ухотил. Мадам Резо осталась недовольна его работой. Ей хотелось, чтобы ее сняли стоя в самом центре группы. Супруг находился бы справа, а дети примастились бы у ее ног. Но так не принято, когда вышеупомянутые дети превращаются в молодых людей. Ей надо было бы позаботиться об этом раньше. Пришлось ей сесть в Вольтеровское кресло. Кресло, самое парадное кресло из гостиной, было признано наиболее достойным, так сказать, наиболее Резо, но оно оказалось чересчур высоким. Таким образом, мадам Резо пришлось усесться в него, а мы окружили ее нашими четырьмя фигурами среднего объема. Итак, наши внуки и правнуки с умилением будут разглядывать бабушку, не подозревая, что фотограф позволил себе четырежды просить ее опустить подбородок, и что ему потребовалось не менее дюжины репетиций, прежде чем пластинка запечатлела ее благожелательную улыбку. А что касается гобелена с Амуром, то готов биться об заклад, что внуки поверят уместности этого идиллического фона. Ну что ж, пусть так. Возможно, в один прекрасный день они узнают, что слова, группа и согласие отнюдь не синонимы, что маленькая птичка, которая, по уверениям фотографов, должна вылететь из аппарата, часто бывает сорокапутом, если только не вороном. Так или иначе, дело сделано. Нас вставят в рамку или положат между страницами семейного альбома. Впрочем, давно пора. Давным-давно пора было совершить этот акт, и отец более чем своевременно решил удовлетворить свое давнее желание. Очевидно, старик смутно предчувствовал, что это первый и последний в своем роде снимок. Никогда уже мы не соберемся все вместе в полном составе. Начиналось наше окончательное рассеяние. Фотограф опередил нас всего на 10 минут. На грязной Платановой аллее еще можно было различить четкие отпечатки шин его автомобиля. По-прежнему шел дождь. Сеял, как полагается, в наших краях не то дождь, не то изморозь. Стирально-туманный порошок, предназначенный для стирки лишайников, облепивших стволы платанов, обрушился на статую святого Авантюрена, свисал капельками с его носа. Мы вчетвером шагали к шоссе к автобусной остановке, четверо, из которых троим предстояло разъехаться в разные стороны. Все четверо, четверо мужчин представляли в совокупности немалую мускульную силу, направляемую сверху из окна, все тем же небрежным взглядом одной единственной женщины. Мадам Резо не пошла нас провожать. Она устала. Она еще не оправилась от усталости. Наша матушка олицетворяла собой ту дипломатическую усталость, сведениями о которой были заполнены письма отца к нам, превращавшиеся таким образом своеобразный бюллетень о здоровье, ту самую усталость, из-за которой мать вынуждена была сократить срок нашего пребывания под родительским кровом, отослать нас к любимым занятиям через 48 часов, проститься с нами одним взмахом руки. После такой долгой разлуки мне хотелось бы, чтобы вы погостили у нас подольше, только один мсье Резо говорил или произносил монологи или просто изменялся, это как нам угодно. Он вытащил на свет божий свою облезлую козью куртку, а сверху накинул плащ, в котором ходил охотиться на куликов. Его старая шляпа на манер широкополой античной шляпы, которую он носил только в деревне. Шляпа ждала его на чердаке, отведенном под энтомологический музей, как и в бои времена, сразу же превратилась в водосточную трубу, откуда вода лилась ему на усы. В руке он держал зонт, но забыл его раскрыть. Пока он разглагольствовал, никто его не слушал. Я то и дело чувствовал прикосновение к плечу ручки зонта, словно отец посвящал меня в рыцаре. Прошу заметить, что на этот раз надо пожалеть Марселя. Меня назначили в Сегре и, следовательно, я могу жить в Хвалебном. Фердинанд поселится в Наньте, а ты в Анжи. Вы оба будете не так уж от нас далеко. Но Марселя у Версаля будет очень одиноко. Конечно, время от времени он может ездить по воскресеньям в Париж к дедушке и бабушке, но боюсь, помощи от них ему особой не будет. Фред громко чихнул и скребил свой длинный нос. Мси Резо вынул носовой платок, прижал его к губам, но не смог последовать примеру сына и в конце концов он все же высморкался, чтобы избавиться от щекотки, раздражавшей его ноздри. Только после этого он решился раскрыть зонтик и снова зашагал вперед. Грязь второй подметкой прилипла к его ботинкам на пуговицах и ботинки тяжело шлепали по лужам. Подняв зонтик еще выше, отец негромко хихикнул. Ни на что больше теперь негодны наши плювеньейки. После провала дедушки на последних выборах они совсем отошли от дел, не выходят из дому и каждый день обнаруживают у себя все новые болезни. Меня очень беспокоит, как они там распоряжаются своим состоянием. Мы поравнялись с домом Барбелевьена. Фермер тоже вступил в преклонный возраст. Казалось, ему стоило огромного труда переставлять ноги в деревянных сабу. Решительно все. Слуги, идеи, капиталы, родители и даже дубы, даже дорога, которую, как морщины, браздили колеи, все отдавало старостью, все побуждало меня уйти и дать волю своей юности и дерзости, столь неуместным здесь у нас. Мсер Резо ухватил меня под руку. А вот с тобой я не знаю, как и быть. Этот болван Ладур, по-моему, слишком поздно взялся за дело. В интернате католического университета уже не осталось ни одной свободной комнаты. Придется тебе жить в городе у некой мадам Полен, который он нам порекомендовал, кстати, сам Ладур, а вот шлагбаум некогда белый. Вот и гудронированное шоссе, которое под дождем блестит, как цилиндр щеголя, а лепешки коровьего навоза, не поддающиеся ливню, сверкают, как новенькие кокарды. Проглотив слюну, папа договорил «Славный человек, очень услужливый». Странное дело, но когда я слышу это слово в устах одного из представителей нашего семейства, для меня оно всегда звучит так, будто речь идет об испачканной салфетке, которую недолго думая бросают в грязное белье. «Раз он так хорошо разбирается в делах, он сможет дать тебе полезные советы. Я его на это уполномочил. Но смотри с дочками, не, 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 ну, чтобы никаких историй. Мы будем за тобой присматривать. Вряд ли стоит отвечать. Мы уже дошли. Наши чемоданы опущены на обочину, а мы сами благоразумные, молчаливые, стоим в ряд, как черенки одного и того же дерева. Отец уже истощил весь запас слюны. А нам троим братьям, нам нечего сказать друг другу, ни при встрече, ни при разлуке. Возможно, мы черенки одного и того же дерева, но привиты тремя различными способами и глубоко равнодушные соседние особи. Мы до странности не знаем друг друга. Меня это даже начинает удивлять. А удивление у меня обычно сродни негодованию, кроме имени и формы подбородка. Какой еще объединяющий признак присущ нам троим? Какие радости, какие чувства, какие вкусы и какие цели? Мы одинаково одеты, но ведь это сходство в одежде, пище, в оборотах речи, присуще всем обитателям нашего края в будине хоть заклятые враги. На самом же деле между нами нет ни малейшей реальной общности. Как раз этого и добивалась наша мать. Поэтому-то она рассеяла нас, отдалила друг от друга, тем самым ослабив нас. Ну, до свидания, дети. До свидания. Каждому достается прикосновение мокрых родительских усов, а дошливая колымага бока же рейсовый автобус подъезжает, окропляя по дороге изгороди жидкой грязью. Не обернусь. Я и так знаю, что усы судорожно подергиваются и что зонтик с трудом остается там, где ему положено быть, над папиной шляпой. И так в последний раз я вижу его среди этих промозглых руин, в этой рамке, которая так подходит ему бедняги и так полно его выражает. Пускай себе идет. Пусть очистит оскребок около крыльца свои стопудовые подошвы, прежде чем получить очередной приказ. Первое же его письмо наверняка будет сухим, кратким, категоричным. Только в письмах вдалеке от нас он становился тем, кем не умел быть в нашем присутствии главой семьи. Но не будем слишком оплакивать его участь. Есть люди, которые обожают действовать под диктовку. Обо мне этого никак не скажешь. А ведь я заметил за собой, что, во-первых, уже не так хорошо умею пускать в ход клюв и когти. И, во-вторых, моя былая виртуозность не сослужила мне большой службы. Короче, детство, которым я еще очень горжусь, кончилось полным провалом. И право же я без малейших оснований истолковал его как победу. Даже по очкам это не победа. Добившись отъезда из хвалебного и отправки в колледж, я фактически предоставил матери свободу действий. Она воздвигла новую форму своей деспотии, сделав ее еще более лицемерной и прочной. Неужели все начинается издавая? Посмотри-ка вон там, на задней скамейке, я обернулся. Фред, сидевший позади, подмигнул мне. Марсель поднял одну века и снова погрузился в чтение «Ля Сианс Эля Ви». Присмотревшись, я узнал кюре Летендара из прихода Солиаду, который, надо полагать, едет в Верн, навестить своего коллегу и сейчас дремлет над раскрытым молитвенником. Однако я не узнал никого из крестьян, чинно сидевших на обитых молескином креслах, но уже не торопившихся, как некогда приветствовать нас, поклониться господам Резо. «Да нет, нет, рядом с кюре». А рядом с кюре сидела полнотелая девица в ярко-зеленом пальтое соломенной шляпке с синей лентой, над которой трепыхалась гроздь лакированных вишен. Дорожные ухабы сотрясали ее мощный безд, но даже виражам не удавалось своротить с места эту глыбу розового сала. Она наградила меня улыбкой, которая более пристала тридцатилетней, а ведь ей от силы было лет двадцать. Улыбка скорее простодушная, чем глуповатая, чуть-чуть заговорщическая. Только по светло-карим глазам я и узнал ее. это несомненно Мадлен классический образец кранских девиц, которую ни повернуть, ни замуж спихнуть. Ну, нечего сказать хороша победа, хотя в свое время, как и у всех подобных девушек, у Мадлен был свой период стоянности его и гарной прелести. Хороша победа под стать всем прочим моим победам. Поздороваемся с ней покровительственным движением подбородка и побыстрее уставился в окно. Главное, совершенно небрежно, ведь нам только что преподали урок небрежности. Я обернулся второй раз, желая убедиться, что не ошибся. Снова еле заметный поклон. Ну да, толстуха, я помню, помню. В те времена я был юн, юн и неразборчив, как и ты. Ну, так похорони же эту тайну под двадцатисантиметровым слоем жира. Открой ее, моя многообильная, какому-нибудь молочку, который привык ворочить пятипудовыми мешками, а главное, пусть ты никогда не узнаешь, что я тогда до того расчувствовал, сэра, что некоторое время идеализировал тебя, превратил даже в прототип милых грешниц. Ах, дурак! Которого ты, дурочка, хучиловому разуму, как видно, не унимался Фредди, они там вывняках не скупя складут в суп масло. И ты, канавия, подливаешь масло в огонь. Дать бы тебе по морде любезный братец. Ведь ты же хотел сказать, как ты низко пал. ты меня больше не интересуешь? Да, как он может интересоваться мной? Он теперь даже не наперстник моих забав. Все мы были славные малые, когда спрашивали друг друга, в какую игру будем играть. Или когда раздумывали, какой бы номер нам еще выкинуть. Мой авторитет безнадежно упал в здешних палестинах, и надо поскорее удирать отсюда. ответим же уголком губ, вкладывая в свои слова максимум подтекста. Подумай только, что мы с ней некогда занимались любовью. А теперь помолчим, просмакуем это некогда, уместное как соска во рту 18-летнего балбеса. Я вздохну спокойно, лишь когда вы, господа братцы, разъедете с по сторонам один вран, другой в Париж. Даже не провожу на вокзал. Счастливого плавания. Мои братские чувства, целиком поставленные на службу семейной чести, должны непременно и немедленно взять небольшой реванш в доме Ладуров. Реванш и впрямь не бог весть какой. Мику? Она у зубного врача пропищала голосом чайки, Сезанна, встретившая меня на пороге, оставалась одно плести в сантиму, чтобы просить отца отсутствующей Мику проводить меня к мадам Полет, моей будущей квартир-хозяйке, а затем отобедать с глазу на глаз с этой незнакомкой, которая сообщила мне тысячу и одну подробность о местонахождении убожных, об употреблении ключей, о необходимости пользоваться половиком и о священном и незыблемом часе трапез. В девять часов я был уже в постели, какой-то серединкой наполовинку не мягкой, не жесткой, наподобие самой тетушки Полен, и не испытывал ни малейшего желания побродить, воспользовавшись своей совсем еще новенькой свободой. В конце концов, Мику тоже находится в своем периоде худобы, но, возможно, унаследует от матери ее дородность и потом любовь, что такое любовь. Море и любовь вечно новые они. Да что это со мной? Разные штучки, мучки, сантименты, романчика, нет уж, покорно, благодарю. Потерять свою силу нет, покорно, благодарю. Я чуть был и не раскис, но мой ангел-хранитель не дремлет. Мой ангел-хранитель вовремя открыл мне глаза. Какая-нибудь молоденькая работница в трелазе или девчонка на побегушках из дутра, ну, так, между прочим, это еще ничего, хлоп, вроде как наш старик бьет уток, но вы, дорогие мои барышни, обойдетесь бессердечных излияний. Поскольку запись на курс лекции производится бесплатно, я запишусь и на юридические, и на филологические факультеты. Я мальчик серьезный. По крайней мере, в сотый раз я посетил туалетную комнату и в сотый раз не прикоснулся к туалетному столику, где стоял на СССР со всеми полагающими со принадлежностями, помеченными буквой Д. До меня у тетушки Полен жила студентка, которая в один прекрасный день исчезла, оставив кое-какие пустячки вроде этого на СССР и неоплаченные за три месяца счета. Со мной этого бояться нечего, но все резы аккуратно переводят месячную плату. Из всего этого набора я пользовался лишь расческой, лишившейся трех зубьев. В коробочке из поддельной слоновой кости оставалось еще немножко пудры, и, несмотря на свою малую опытность, я знал, что пудру такого оттенка употребляют брюнетки. Ни за что на свете я не стал бы мыться этой дряблой губкой, которая, несомненно, касалась груди незнакомки, прохаживалась по всем извилинам ее тела. Впрочем, мылся я не особенно рьяно. В этой области я получил довольно приблизительное воспитание, исследуя его правилам, я обычно ограничивался кратким прикосновением уголка мокрого полотенца к своей физиономии. «Кофе, кофе!» пропела тетушка Полен. Каждое утро она выводила на разные лады этот припев, а уж потом кричала через дверь. «Гитлер получил девяносто процентов голосов» или начал сосуд над поджигателями Рейхстага. Никогда она не входила в мою комнату, где шкаф и столик белого дерева были совсем недавно выкрашены светло-серой эмалевой краской. Ни разу я не видел, как она оправляет мою постель, как застилает ее покрывалом из шелкового репса. «Кофе, кофе!» «А знаете, Димитрову, по-видимому, удастся выкрутиться». И так как я прошел прямо в столовую, она поспешно добавила «Только не берите розовую чашку, вы знаете, это моя чашка. Доброе утро, дитя мое! Ну, нас-то чего они ждут? Почему не судят Виолетт Нозер?» Я довольствовался зеленой чашкой с отбитой ручкой. Последняя из двух чашечек кофейного сервиза на два лица, очевидно подаренного еще к свадьбе. Я зевал, потягивался. Единственным достоинством моего нового жилища оказалось то, что здесь я мог пренебрегать хорошими манерами. Но зато окружающая обстановка способна была довести человека до сухотки. Деревянное яйцо валялось, как в кнезде в корзиночке с клубками шерсти, портреты всех трех покойных мужей мадам Полен, профессиональные вдовицы, висели рядышком над буфетом. По всем стенам приспилены, как попало сотни-две фотографии, вырезанных из птикурья. Оставшиеся островки обоев наглухо закрывала дюжина почтовых календарей. Само собой разумеется, здесь не обошлось без войлочных шлепанцев, без узких вазочек с лунником, без вязаных занавесок, без кошки и тивши в ящики, но не терявшей надежды проскользнуть внутрь стенного шкафа, воспользовавшись любой щелкой. Что-нибудь случилось? Забеспокоилась вдова, видя, как я мешаю кофе с молоком, обильно затянутый пенками. Не случилось ничего ни хорошего, ни плохого. Я перечитывал напечатанные на гектографе лекции профессора римского права, разложив их перед собой на столе. Текст Гайя, долгое время известный нам лишь по сокращенному изложению, удалось восстановить полностью по полемпцесту, обнаруженному в 1816 году в Вероне Небуром и появившемуся в 1822 году в Париже в сборниках юридических текстов. Многократно комментированные кодексы Юстиниана стали предметом исторического объяснения. ученые автор коего господин Орталан. 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 Какое-то птичье имя. Прямо наверху бросится. Так что же вы мешкаете, а? Уголья ада. Вы скучаете, не унималась мадам Полен. Работа, работа, но надо же и развлечься немного. Я поднял от лекции нос, потом поднял брось и посмотрел на эту добрую душу, которой дали надлежащее наставление на мой счет. Недаром каждый денежный перевод сопровождался секреткой, а секретка постскриптумом. Не забудьте предупредить меня, если мой сын позволит себе какие-нибудь дурачества. А что мне прикажете делать без карманных денег? Я не желаю попадать в идиотское положение. Взгляд моей квартиры хозяйки добрых пять минут не отрывался от птикурия, а тем временем вставные челюсти ожесточенно боролись с поджаренным гринком. Наконец ее языку удалось пробиться сквозь это препятствие. Я встретила мадам Ладур. Она спрашивала меня, почему вы к ним никогда не заходите? Это не устраивает моих родителей. Еле заметный подкоп. Первым делом возбудить у этой дамы, верного друга семьи Ладуров, легкую неприязнь к тому, кто шлет ей ежемесячные переводы. Во-вторых, мое сообщение соответствующим образом, преподнесенное в равной степени насторожит Ладуров. Не знаю почему, но мне было бы неприятно, если бы Ладуров и Ризо обожали друг друга. Ладуров, милые сердцу обитателям хвалебного, стали бы мне менее симпатичны, если же я не считаю нужным к ним идти, это мое личное дело. Американцы дрожат своими заповедниками, где им запрещено охотиться, провинциалы дрожат своими музеями, куда они в жизни не заглядывают, возможно, из боязни узнать, что редкие монеты окажутся подделкой или вовсе не имеют той ценности, какую им приписывают. Иду на лекцию, мадам. Но на сей раз я пошел не на лекцию, а в парк. Это угрюмое благоразумие было в сущности ожиданием. Мой искус продолжался, и теперь я затягивал его умышленно. Самое главное было узнать, чего я хочу и что я могу. Если все зависело бы от меня, я немедленно сбыл бы букинист учебники по римскому праву, сел бы в парижский поезд, попытался бы устроиться в столице на любую работу. Но это слишком походило бы на простое бегство. Попытаемся продержаться год. Таким образом я смогу получить степень лицензи лицензи по литературе. Но почему бы в таком случае не продержаться три года? В конце концов я получу желанный диплом и в придачу тот, о котором мечтает отец. Да, но целых три года. В моем возрасте это же целая вечность. Мне становится тяжело при мысли, что своими знаниями я буду обязан состоянию родителей. Конечно, я не так уж глуп и не буду жалеть о том, что они дали мне образование, но теперь, когда я уже взрослый, я предпочитаю, чтобы дальнейшая моя судьба зависела лишь от меня одного. Я всегда завидовал стипендиатам, которым никто не мог сказать, вам повезло, вы из богатеньких папенькиных сынков. Я завидовал освобожденным от лекций студентам, которые работали где-нибудь у нотариуса и ночами сидели над учебниками. Нет, я вовсе не любитель играть в трудности. Просто мне противно походить на этих лицемеров-семинаристиков, которые твердят о пастерском призвании, чтобы их приняли в колледж и испаряются на завтра же после узканных экзаменов. И у меня, как и у них, тоже будет нечистая совесть. Самое убийственное отчаяние познают не перебежчики, даже не те, кто способен на самую черную неблагодарность. Все мы этим грешим, ну, в той или иной степени. Убийственнее всего быть псевдоновым человеком. Можно обмануть людей, но себя-то не обманешь. тем же, кто утверждает обратное, несомненно, повезло. Они сумели обуздать свою гордыню, а я нет. Вот почему эта гордыня дает себя знать. О, юность, которой не видно конца! Зачем приходится так долго существовать, прежде чем начнешь просто жить, простить, прежде чем начнешь брать, получать, прежде чем начнешь давать другим. Декабрь, слишком мягкий в этом году, благосклонно разрешал небу этому огромному корыту подсинивать серые тряпки зимних облаков. Вдоль розового гравия дорожки стоят голые карстановые деревья, уже давно растерявшие всю свою листву, которую собрали граблями в куче. Один карстановый лист, похожий на семипалую кисть руки, упал на плечо статуи и, воспользовавшись удачей, щупает мрамор. Эта вольность, хорошая для меня уроки, моя рука, лежащая на колени, невольно сжимается. На розовом гравии играла целая куча ребятишек, хорошеньких, чуточку глупеньких, чуточку избалованных и курчавых, на свою беду, наделенных природой удивительной кожей, слишком свежей, слишком тонкой, словно это и не кожа, а ее изнанка, такой кожи, не выдержать оплеух. Я твердо в этом уверен. Я сам никогда не был ребенком. В бассейне кружатся с дюжином парусников, ложатся на бок, норовятся сорваться с веревочки, и вдруг вопли. Какая-то шхуночка попала под заводной броненосец, и он разворотил ей всю корму. Почему же хнычит эта крошка судовладелец? Чего требует? Ведь, спустив на воду населенную золотыми рыбками утлую лачонку, он шел на риск. Себя самого не взыщешь, самим собой не сплутуешь. И вот почему, милый мой, ты спешишь убежать. Ты плутуешь. Ты бежишь, потому что на повороте дорожки, везя на букселе двух сестричек, показалась девушка. Мику, Мику, шхуночка, которая, как ты воображаешь, может пробить твою броню. Да ты лопату пониже держи. Двое чернорабочих, разгружавших со мной одну из шести барж с песком приплывших в полуаре, осыпали меня грубоватыми советами и потешались над моим неумением орудовать лопатой, над моими сковаными движениями, над тем, что я без особого восторга распил с ними литр красного вина, ибо здешние правила вежливости требовали от новичка выставить этот самый литр. Я изнемогал, но не позволил себе ни малейшей передышки. Я был и взбешен, и доволен. Меня бесила угрюмая снисходительность и жалость этих здоровенных парней, преувеличенное внимание подрядчика, который, оглядываясь набережной своей артели, кричал мне раза три в час «Ну, как дела, любитель?» Но особенно меня бесило то, что я не умел работать лучше. Я впервые проверил на практике нелепость, фамильные философии Резо, в чьих глазах служба в иностранном легионе, разгрузка баржи, земляные работы или ремесла трепишника, профессии, которые доступны любому, и за которые можно взяться в любую минуту без подготовки, если к тому тебя вынуждает необходимость. Как бы не так, ваш любой не сможет ни орудовать лопатой, ни выгрузить на набережную в положенное время кубометр песка. Вот почему я был все же рад, что нахожусь здесь, рискнул на этот опыт и худо ли, хорошо ли, а все-таки выдержал испытания. Я был также доволен, конечно, в известной мере, в какой мере это унижало мускулы Кропета или, скажем, Макса. Я был доволен, узнав, что бывают мускулы умозрительные, какие мышления, и что единственный стоящий аппарат для измерения мышечных усилий это лопата или какой-нибудь другой рабочий инструмент. Я даже поздравлял себя с тем, что нахожусь здесь, на набережной, что одет в спецовку и на меня с рассеянным любопытством поглядывают прохожие и бретонские няньки, а они, как известно, первые поставщики сплетен для своих хозяек. Я уже представлял себе эти разговоры? Ну да, душенька, Резо средний, который изучает право. Мария сама его видела на берегу Мэн. Да, да, видела, говорю, и вам собственными глазами видела. На берегу Мэн грузил песок. И пил вино прямо из горлышка со всем этим портовым сбродом. Муж уверяет, что существует организация святого штукаря, или, как его там, одним словом, что-то по части социального братства. Что-то на Резоне похоже, уж скорее. Ну, знаете, нынешние молодые люди, когда им нужны карманные деньги, на все пойдут. я действительно нуждался в карманных деньгах. Но мой поступок объяснялся иными причинами, совершенно непонятными для этих кумушек, а частично непонятными и для меня самого. 22 декабря, накануне распуска студентов на каникулы, я получил и ничуть не удивился тому ниже следующую открытку. Мы проведем Рождество в Париже у Плевеньяков, поэтому мы можем взять домой только Марселя, оставаясь у мадам Полен. Прими наше наилучшее пожелание. Пожелания эти не сопровождались даже положенной кредиткой в 50 франков, и родительская поэтому равно как и только Марселя звучало особенно мило. Давайте встретим праздник вместе, предложила мне тетушка Полен. Но я не терплю, когда меня жалеют и поспешу отклонить предложение под весьма благовидным предлогом. Как в студенческом клубе будет бал. Меня влек иной бал. Но и речи не могло быть о том, чтобы я стал домогаться милости попасть туда. Сочельник я провел на улице, более точно на улице Пропижон, где проживали ладуры. Я меланхолически шагал взад-вперед, упорно отказываясь уступить презренному типу, который раз двадцать шептал мне на ухо. «Посмотри, какой славненький медный звонок, как он аккуратно вычищен. Но позвони же». Проходя мимо Ладуровского дома во второй раз, я заметил девиц, возвращавшихся с полуночной мессы и притаился в арке ворот. Проходя в третий, четвертый, пятый раз, я чертыхнулся, не выдержав ликующего наплыва запахов, шумов, огней. Когда я проходил в десятый раз, из-под голубоватых век занавесок еще просачивались вялые отбески света. Когда я проходил в двенадцатый раз, все огни уже потухли и, воспользовавшись этим обстоятельством, я дернул звонок в приступе какого-то яростного самоутверждения и тут же бросился наутек. Пробежал километра два и очутился на берегу Мэн, которая плескала соустоев моста и журча перекатывала желтые отблески фонарей, стоявших вдоль выщербленной набережной. При тусклом свете мне удалось прочесть извещение, написанное дегтем на фанерной доске «Требуются черно-рабочие». А, а почему бы и нет? Случай подсказал мне, как использовать рождественские каникулы. В пять часов, когда уже начало смеркаться, подрядчик свистнул и приказал мне сложить инструмент. Выйдя из дощатой хибарки и заперев дверь на висячий замок, я вдруг услышал чей-то голос и вздрогнул от неожиданности. — Нет, вы только полюбуйтесь на этого молодца, только полюбуйтесь на него. Слишком жизнерадостный голос, слишком иронический для простого рабочего. Впрочем, я его сразу узнал. Пришлось обернуться, выдержать чужой взгляд. Толстяк Ладур шагал прямо по песку с уверенностью человека, который знает, что такое жизнь, который помнил собственную молодость и которому плевать на свои шикарные ботинки. Вот уж не думал застать вас здесь. И самое смешное, что эта партия песка предназначена для кирпичной фабрики, которая тоже находится в моем ведении. Голос его изменился, приобрел дополнительный оттенок уважения, подкрепленного пожатием руки. — Значит, вы не уехали на каникулы? Я молчал сконфуженно, упрямо. — Ах, я дурак! — продолжал Ладур. — Как это, я не сообразил. Остаться без каникул? Ну, знаете, ваши родители перебарщивают. Очевидно, это критическое замечание показалось ему непомерно резким, потому что он судорожно глотнул и вдруг накинулся на меня. А вы, черт побери, если вам уж так приспичило работать ради карманных денег или по каким другим причинам, мне неизвестным, вы могли бы вспомнить о моей конторе, куда вас охотно примут. Подрядчик приблизился к нам и, засунув свои громадные руки за фланелевый пояс табачного цвета, вежливо прогремел. — У меня для вас есть кубов пятьдесят. — Ну, очень хорошо, очень хорошо. Небрежно бросил одноглазый и обернулся ко мне. — Поскольку ваш рабочий день окончен, уважу вас с собой. — Да-да, именно в этом наряде. Пускай дети посмеются. И так как я отрицательно качнул головой, он поспешил добавить. — Только не подумайте, что я не одобряю вашего поведения. Русские методы, по которым студенту доверяется лопата, вполне себя оправдывают. Но все-таки вам найдется более подходящее дело, чем разыгрывать из себя грузчика. Генерал отведал раз, отведал два и съел все, что стояло на столе. Писала графиня Сигюр о генерале Дуракине. Я не зря сослался на этот высокий авторитет. Обстановка была такая же. И все прочее в том же приторном конфетном стиле. Так как у меня всегда были собачьи клыки, я бесился, чувствуя, что смешон с головы до пят. — Ну, как живем? — простонала мадам Ладур. Затем последовал осмотр, ощупывание гримаски, массаж моих знаменитых железок. Еще разок, и здесь, и здесь. И вся ладуровская свора, ни протявков, ни слова упрека, собралась вокруг меня, тыча с мокрыми мордочками, ластя с лапками. Я медленно продвигался вперед, бросая сквозь зубы «Здравствуйте». Оглядывал всех и вся тяжелым взглядом фаянсовый глаз, как у обиженного бульдога. Удивительный дом. Я уже знал его атмосферу, но не знал его реального быта. Ибо здесь он был реальным, в отличие от хвалебного, где все, прежде всего, внешнее, только фасад. Здесь любая вещь служила какой-нибудь цели, ничего показного. Портреты не предков, а просто обычных дедушек и бабушек. Они значили что-то сами по себе, независимо от ценности золоченых ран. Они приветствовали вас так, как приветствует пришельцев зеркало этот меняющийся портрет. Печка, радиоприемник, чудовищно безвкусные стенные часы, вентилятор, игрушечная электрическая железная дорога объявляли во всеуслышание, что они существуют, что они имеют право производить шум и вовсе не обязательно им быть шикарными. А Мику была ли она шикарна? Мать обредила ее в голубое бархатное платье цвета морской волны в тихую погоду. Откуда это хрупкое дитя выныривало наподобие утопленницы? Эти голые руки, эти ножки в подвернутых на щиколотке носочках, эти желтые подмышками блузки, приподнятые кончиками грудей, эти волосы, разлетающиеся во все стороны от прыжков, эта стрекотня. Вот мы и снова свиделись. С лестницы спускается Самуэль, не по возрасту грузный, а его отец блажанно раскидывается на диване и складывает руки на своем вязаном жилете. В этой бомбоньерке, набитой кисло-сладкими леденцами, оба ладура, отец и сын, играют роль глазированных орехов. Слово, мы в кондитерской. Не здесь ли подстегает меня эта пресловутая опасность? Окажусь ли я дураком? Беги, ибо бегство в любви — это геройство, говаривал Наполеон. Опасность, скорее всего, представляю я сам. Как определить это странное чувство, возникшее в неведомых мне самому уголках души, от которого во рту становится горько? Если ты сам — опасность, тогда беги, ибо это еще хуже. Я не убежал с поля брани. Генерал ответ дал и так далее и тому подобное. Вперед к чувствительным романсам. Начнем розовую эру. Я говорю «эра», ибо она покажется мне нескончаемо долгой, как и всем, кто через нее проходит. Однако же он короток, этот отрезок времени, где ты сам глупее поэзии почтовых открыток, этот отрезок, через который проносишь свои переживания, как ящик с фарфоровой посудой с надписью «Некантовать». Розовая эра. Эра греха, жеманство, целомудренных ласк. Я, очевидно, действовал скорее наподобие весеннего ливня порывами, но за мое перевоспитание уже взялись. «Первого января? Приходи к нам завтракать. Но, тетя, мы тебя ждем», — отрезал Фелисиан Ладор. «А насчет Санти мы еще поговорим. На любой работе занят ты будешь всего два-три часа после обеда. Главное, чтобы не пострадало твое учение». Он обратился ко мне на «ты». Я знал, что этим «ты» я обязан своей рабочей спецовке, что этим «ты» он хотел почтить меня. Поблагодарим же его за это. Хорошо, дядя. «Мы тебя ждем», — повторила Мику, подходя к столу и заботливо, подобрав бархатное платье, села на свою белую комбинацию, подрубленную узорчатым швом. Ладор сдержал обещание. «Я поступил в Сантиму, где работал вечерами по три часа в день. Я занимался то бухгалтерией, то производством, то обслуживал заказчиков, то сидел в канцелярии. Дядя сам взялся известить моего отца и простер свою заботливость до того, что позвонил, сыграя по телефону, дабы захватить Мс. Резо в кабинете, то есть вдали от его менторша». «Хорошая мысль», — только и сказал в ответ наш прокурор. «Как и следовало ожидать, мадам Резо предприняла контратаку и продиктовала отцу письмо, которое я получил через два дня. «Бедное мое дитя, ты по обыкновению разбрасываешься. Мы разрешаем тебе сточить бумаги в Сантиме, раз ты сможешь немного заработать. Но отныне ты будешь одеваться за свои деньги, а остаток заработков посылай маме, она будет их для тебя копить». Я тут же решил, что никаких остатков у меня не будет, и родители, не имея возможности проверить это обстоятельство, не настаивали. Холебная замолчала мне на радость. И молчала целых два месяца. В первый день Нового года меня пригласили на улицу Препижон. Мику от имени всего семейства преподнесла мне бумажник, а потом я вернулся в следующее воскресенье и являлся к ним почти каждую неделю. В доме Ладуров у меня завелось собственное кольцо для салфетки, совсем как у тетушки Полен. А это последнее, несмотря на денежные переводы и родительские наставления, становилось ко мне все благосклонней, и, желая доказать это делом, совсем замучило меня признаниями и советами. То, что она именовала «моей идиллией», возбуждало ее не меньше, чем события 6 февраля. Примечание. 6 февраля 1934 года фашисты организовали в Париже поход к Бургонскому дворцу с целью свержения республиканского строя во Франции. Поводом для выступления послужил скандал, вызванный делом афериста Ставистского, в котором оказались замешаны некоторые государственные и политические деятели Третьей Республики. «Я же вам говорила», — начинала она, — «едва мы садились за обеденный стол, что дело Ставистского приведет ко всеобщему оздоровлению. Молодцы! А вы возьмите макарон, обязательно возьмите еще! О, это противная республика!» Прижав левую руку к желудку, а правой вращая пенсне, она, казалось, с отвращением к чему-то принюхивается. Потом левая рука переползла от груда брюшной преграды к области сердца. «Кстати», — продолжала тетушка Полиан, которая обладала талантом моего брата Фреда, мгновенно перескакивать с одной темы на другую. «Как идут наши делишки?» Нынче утром я встретила Мишель. «Какая хорошенькая!» «О, до чего же хорошенькая!» При этих словах шея ее вытягивалась, голова взлетала над шемизеткой, лицо выражало восторг. Я хмурился, но зря твердил «тише, если моя мать не мадам Полиан» вполне меня одобряла, бесчетное количество раз повторяя «ш-ш-ш-ш-ш», положив палец на сложенные сердечком губы. Ну, уже через пять минут, когда я спускался по лестнице, она перевешивалась через перила и вовсе горло кричала мне вслед. «Хорошенькая девушка!» «Главное, хорошая девушка!» «Не упускайте своего счастья!» «Что хорошенькая, так это верно!» «Хорошая девушка!» «Согласен!» «Но вот насчет счастья!» «В этом я не так уж уверен!» «Во всяком случае, я был не слишком удовлетворен этим счастьем, вернее тем, как я им пользовался!» «Каждое воскресенье с утра до вечера, я болтал о разной пошлости, сам себя не одобряя и сам им не веря. Закрыв за собой дверь до молодуров, я сразу же понимал, до чего я смешонный, но в голове у меня была лишь одна мысль, как бы поскорее открыть дверь снова. Надо сказать, что я действительно преуспел в том кисловатом жанре ухаживания, который благосклонно принимают девицы. Я поддразнивал Мику. Я ее изводил. Мои комплименты были отточены наподобие стрелы. Сколько можно играть в слова? Буква К. Кошка. Корсаж. Карабин. Ключ. Ключница. Ключать. Ключица. Ведь на улице при пижон прямо-таки помешались на разных играх. Я выжидал своей очереди и, зевая, небрежно предлагал перейти к М, чтобы позлить Мику, которая сидела справа от меня и с безнадежным видом сосала кончик карандаша, стараясь не писать запрещенных прилагательных. Ходили мы в бассейн. Там тоже ей доставалось. Я беспощадно донимал ее теми колкими любезностями, какие взяли себе на вооружение мои сверстники с боязни прослыть дамскими угодниками, предпочитающие гладить своих избранниц против шерсти. Я донимал ее своим дурным настроением и даже своим молчанием. Правда и то, что молчание может быть неслыханно красноречивым, как я постиг на примере нашей матери. Я знал на зубок всю лексику молчания. В общем-то, я был восхищен, но не был доволен. В детстве мне никогда не доводилось восхищаться. С меня вполне хватало, если я был доволен собой. Конечно, я еще весь сжимался под благословенным дождем понимающих улыбок, однако постепенно терял свою непримиримость, свою природную диковатость. Иной раз, КПС в главной картотеке с антимой, проверяя графу за графой, неописуемое разнообразие богоматери, святых, главной приманки туристов-пелегримов, я вдруг вспоминал, что Мику — дочь торговца в охране, и что семейные добродетели Ладуров можно весьма точно оценить по прескуранту благодати. И все же в ближайшее воскресенье я в угоду ладуровскому клану преклонял вместе с Мику колено перед гипсовыми статуями, которые в глазах главы дома были обыкновенной статьей дохода. Так я стоял, сложив на груди руки и чувствуя в ногах зуд нетерпения, а моя милая тем временем перебирала перламутровые четки. «Евангелие, страница 146» шушукались сестрицы. И Мику пододвигала ко мне свой молитвенник, чтобы я читал вместе с ней. Я бросал на страницу быстрый взгляд, но сразу же поднимал глаза и упирался взором в вырез ее платья, в две впадинки, две солонки, у ключи, ниже которых был рассыпан перец мелких родинок. Этот перец уже изрядно сжег мне глаза. Пасха. Вторые каникулы в городе. Мадам Резо жалуется на печень. Ну и ладно. Жить вдалеке от нее это еще не значит жить в изгнании. К тому же мне не терпелось показать себя у ладуров. Я решил продемонстрировать им свой первый сшитый на заказ костюм, который потребовал немалых жертв всего моего заработка в новом году. Я чувствовал себя смелым и каким-то очень значительным. По-настоящему новой вещь бывает лишь на юных плечах. В этом возрасте выйти от портного это как бы выйти из бедра Юпитера. Вот что преображало меня в этом году и умоляло моих далеких братьев, все еще щеголявших в уродливых костюмах из магазина готового платья, столь любезных сердцу нашей матушки. Памятный день. Чем-то мы его отметим. Ванный раз за шесть месяцев я вошел в дом на улице пропижон, крышу которого венчали две длинные трубы, казалось, вязавшее нескончаемое вязание из дымовых нитей. Мадам Ладур она ждала восьмого, ребенка тоже вязала, сидя у себя в спальне. Было одиннадцать часов двенадцать минут, и эта точность показывает, что я не потерял головы. Мы с Мику случайно оказались одни и сидели в разных углах розовой кушетки. Признаюсь, что с этого дня я амнистировал стиль Луи Филиппа. И оба мы, я это чувствовал, молчаливо пришли к соглашению, что пора кончать. Слишком долго мы не начинали. Мишель с преувеличенным вниманием полировала ногти о мякоть ладони. Я подвинулся. Подвинулся всего на пол ягодицы. Мы сидели профиль в профиль, брюки и юбочка туго натянуты на коленях и молчали самым красноречивым образом. Я сделал вид, что мне неудобно сидеть, и снова приблизился к ней ножа на обе ягодицы. Как приступить к делу? Можно, например, сказать, Мишель, ты по годам уже невеста, мне не хотелось бы, чтобы ты отдала свою руку случайному... Нет, нет, лучше сказать о современии, Мишель, давай-ка мы с тобой столкуемся, а? Я приблизился еще да так удачно, что мы прижались друг к другу. Потешился, бросила Мику. Оттенок нетерпения, прозвучавший в ее голосе, не делал чести победителю. Но я переначал эту реплику. Легкий дефект произношения моей милой позволял думать, что она просто спрягает священнейший глагол романсов и спрашивает, влюбился? По правде сказать, я и сам не знал, влюбился ли я, но мне почему-то казалось, что это не так уж важно. Ответим на всякий случай. Да. Я сижу с затуманенным взглядом, хищно скрючев пятерню, и сейчас самое для меня главное это склониться к ней. На миг наши подбородки находятся в волнующей близости. Потом повинуются взаимному притяжению, что роднит их с намагниченным железом. Только один требует Мишель, приоткрыв губы, все в мелких трещинках и пахнущей розовой помадой. Извините, мы знаем Капехизис, Бог тоже один, но существует он в нескольких хипостасях. Леденчик, еще леденчик. Однако я пряткал одно веко, нарушив этим деликатной обучи. Видик у тебя должно быть идиотский, шепчет насмешник и добавляет докторальным тоном. А знаешь, наши бабушки называли период первых поцелуев молочный месяц. Смотри, оба, молоко оно легко скисает. Зря это он, розовая помада, прелестна на вкус. Но тут хлопает дверь. Мик отнимает свои губы, верхняя чуть-чуть дрожит, отталкивает мою руку, проявляющую повышенный интерес к одному из буравчиков, приподнимающих свитер. Скажем, маме, ни за что на свете. Отвидно, речь шла о ее маме. Но я подумал о своей, и возразился неестественным испуганным смехом примыкли, что мадам Ризо можно посвятить в тайну этой умилительной сценки. Тщетная предосторожность. В наше озеро сиропа рухнул камень. Мы думали, что хватит нам не начинать, а пришлось сказать себе просто «хватит». Через три дня мадам Ризо ликвидировала инцидент. Напивая какой-то мотивчик, я возвращался из сентимы. Я ничего не подозревал. На улице было очень хорошо, и, взбегая по лестнице, я пожалел, что расстался с солнцем до того новым, что оно даже заново выбелило стены дома. В передней ни души, ни души в столовой, только из моей комнаты доносились какие-то звуки. Очевидно, «Воры», я оттолкнул плечом по открытую дверь, и она заплясала на петлях. «Картинки». Здесь были воры, но воры особого рода. Мое белье, бумаги, одежда валялись на кровати, на столе, прямо на паркетном полу. Мадам Ризо лихорадочно выкидывала содержимое из ящиков комода. Мфе Ризо, сидя верхом на стуле и, уперев подбородок в резную спинку, следил, позевывая за ее действиями. В углу, в напряженной позе, стояла тетушка Полен, бессильная свидетельница обыска, сложив на животе руки, ввинтив, как гайку голову, в сборочке жабу. На шум моих шагов ко мне разом повернулись три лица. Три пары глаз, различные по цвету, по силе выражения, уставились на меня. Ты слишком роскошничаешь, милый мой, проскрепила матушка, ощупывая мой серый костюм. Фред тебе пишет, простонал батюшка. Ваши родители потребовали, пробормотала вдова. Целые две минуты длился невообразимый яролаж. Все трое говорили одновременно, и все трое говорили, конечно, свое. Наконец, из общего гула вырвался пронзительный голос моей матушки. Дайте же мне наконец сказать. Усталость, на которую она ссылалась последние полгода, пошла ей явно на пользу. Голоса стихли, и матушка продолжала среди всеобщего умолчания. Красивые костюмы шьют для красивых девушек. Жак, поговорите откровенно с этим молодым человеком. Не слышно, как мышка, ступая своими войлочными туфлями, тетушка Полен вышла на цыпочках в переднюю. Старик окончательно обняк. Теперь уж не только подбородок, но и усы, даже нос, уткнулись в спинку стула, и чувствовалось, отцу ужасно хочется, чтобы стул превратился в ширму. Я собрал все сведения, с трудом начал он, и так бесполезно отрицать, что по нашему приказанию за тобой следили, уточнила мадам Резо. Не зря твой отец помощник прокурора. Вы с Фердинаном доставляете мне много хлопот. Счастье у нас есть Марсель. Речь о два голоса, подкреплявших один другой, тянулась бесконечно. Выяснилось, что мы с братом настоящие преступники. Ферд, воспользовавшись тем, что достиг двадцатилетнего возраста, то есть совершеннолетия с точки зрения военной службы, не спросив ни у кого разрешения, нанялся на корабль простым матросом и даже родных не предупредил. А я пропускаю занятия и превращаю в посмешище нашу несчастную семью, выгружая песок на набережных Мэн. А главное, я ставлю под удар свое будущее волочес за одной издевец ладур, открыто появляясь каждое воскресенье на улице пропижон. Подумать только о резу и какая-то ладур, это же патология, патология. Никто не спорит, что у ладуров есть деньги. Но если я так уж люблю деньги, что само к себе отвратительно, хотя и не так уж неразумно, можно найти и деньги, но попозже со временем, а главное, деньги не с таким дурным запахом, попозже, ибо я не достиг еще возраста, когда о таких вещах думают серьезно. Но серый зол разгорячился, разразился тирадой, которую мать подкрепляла между митиями. Конечно, обстоятельства переменились, приходится волей-неволей пересматривать кое-какие нормы, удовлетворять кое-какие житейские нужды, но только сообразуясь с духом общественных, а главное, семейных, добродетелей с единственной целью сохранить для Франции неприходящие ценности. А для нас резо сохранить это превосходство, это интеллектуальное главенство, которое не уступит веку ни на йоту, которое вдохновляется известной традицией. Коль скоро ни личные заслуги, неприобретенные состояния не способны более защитить нас. Естественно, что положение человека и его устройство принимают с каждым днем все более важное значение. Неудачники, вступающие в неравные браки, представляют сейчас особую опасность, ведь все члены семьи обязаны множить преимущества, даваемые им положением и брачными союзами, дабы противостоять расшатывания устоев. Неравный брак всегда промах, а в наши дни это прямая измена. А сверх того, революция и ее авангарды, марширующие впереди в самых различных обличиях, отнюдь не единственная опасность. Слава Богу, возникло долгожданное обратное течение, однако оно равно несет с собой самое лучшее и самое худшее вперемешку. Толпа выскочек, вообразившая, будто они созрели для того, чтобы плыть в одном фарватере с буржуазией, спускает на воду свой утлый челн в надежде, что их возьмет на буксир какой-нибудь болван вроде меня. Ибо я болван, хуже того, болван неблагодарный. Всем известно, какова цена этим так называемым благородным предлогом, которыми прикрываются вольнодумцы, то есть люди, считающие себя передовыми и в лучшем случае заблуждающиеся. Они хотят отомстить за свою никчемность, демонстративно вступая в союз с завистью или амбициями маленьких людей, а иной раз вступают в брачный союз с их дочерьми. За невозможностью блистать, быть на видном месте, довольствуются ролью светлячка среди посредственности. Просим, однако, не смешивать посредственность врожденную и посредственность, так сказать, добровольную, такие, как Леон Резоу, как Эдит Торюр, храня в душе всю утонченность своего воспитания, которое, которому, ну, словом, ты сам знаешь, хотя притворяешься, что тебе наплевать. Ну, так вот, Леон Резоу, Эдит Торюр, и даже Фред не падут так низко, ибо их посредственности есть явление приходящее трамплин, которое позволит им последовательно, рывками, достичь благосостояния, что, в конце концов, гарантирует необходимую стабильность элиты. Но чего можно ждать от меня, проникнутого духом отрицания, который не может оправдать даже какая-нибудь случайная удача? Короче, отрезала мадам Резо, которая явно не терпела спереди к практическим действиям. Мы не можем больше допускать, чтобы ты употреблял во зло свою свободу. В конце месяца ты переедешь от мадам Полен. Мы добились для тебя от ректора отдельной комнаты в интернате. Ну, там существует хоть хоть какая-то дисциплина вечерами учащихся не выпускают без специального разрешения и без достаточных оснований. Кроме того, ты уйдешь из сантимы и посвятишь все свое время изучению права. и чтобы ноги твоей не было в этих ладуров. Довольно кончен этот грошовый флирт. Ну, не будем, не будем об этом. С неестественной живостью подхватил месье Резо, который, взглянув на мой подбородок, очевидно, заметил, что он угрожающе выпятился. А может, даже связь докончила моя матушка, выплюнув это подозрение уголком губ и наблюдая уголком глаза за моей реакцией на эти слова. Реакция была простая. Сыной неслыханных усилий я удержал свой кулак, потянувшись к ее золотому зубу. Я молча поднялся и начал собирать и приводить в порядок свои пожитки. Отец удивленно открыл глаза, а мать та поняла. Тебе только девятнадцать медленно проговорила она, и мы можем лишить тебе денежной помощи. Я тщательно сложил стопкой свои сорочки и кальсоны, впрочем, это явное преувеличение стопка получилась, жалкая. Потом вынул бумажник, тот, что подарила мне Мику, кусок бумаги, который я оттуда извлек, был денежным переводом, все так же молча двигаясь по комнате, будто родителей здесь и не было, я шважнул этот аргумент к ногам матери. Я видел, как она побледнела, потом на лице ее появилась страшная улыбка, предвещающая бой. Она сделала несколько шагов тоже с таким видом, будто не замечает моего присутствия и ровным голосом сказала отцу, который с перепугу сосал кончик усов, я не хотела скандала, но нас к этому вынудили. Придется заглянуть на улицу пропижон. Мсье Резо, который решительно перепутал все роли и играл сейчас роль удрученной горем матери, поднялся со стула и засеменил вслед за женой. Дойдя до порога, он оглянулся. Ну, мальчик, умоляюще, протянул он. Конечно, мне следовало бы промолчать, до сих пор я вел себя с шиком. К несчастью, во мне никого времени пробудились мои лицедейские таланты, и именно им я обязан ненужной репликой «Следуйте за мадам, а я, я выхожу из семьи». Я с грохотом захлопнул дверь перед самым его носом. Они уехали. «Почему ты не закатил ему пощечину?» крикнула мать уже на лестнице. И тут же я услышал робкий протест и «иду, иду», которая указывала, что мсья Ризо не так уж радуется перспективе сразиться с одноглазым ладуром. Потом шум мотора, прорычавшего на всех своих четырех скоростях, удалился из оглов. Слышны были лишь протяжные трики стяжей, на всем лету разрезавших вечерний свет. Вот я и один. Наконец один. Наконец свободен. Наконец сам отвечаю за себя. Да, но какой ценой? Что произойдет на улице про пижон? Вдруг меня осенило. Я понял, какая ждет меня беда. Беда, в которой я не отдавал себя отчета, которая пока еще казалась мне непропорционально огромной по сравнению с вызвавшей ее причиной, ибо совершенно верно, что мы узнаем цену людям и вещам, лишь теряя их. Если бы я раньше заметил их автомобиль, я проколол бы шины и первым поспел бы к ладурам. Может быть, мне бы удалось смягчить удар. Я уже знал, что этот удар разобьет мой хрупкий и фарфор. Правда, такие удары закаляют, но я не желал им подвергаться. Я хорошо знал свою мать и хорошо знал Ладуров. В результатах встречи можно было не сомневаться. Присев к столу, я уткнулся подбородком вскрещенные руки. Мои сухие волосы топорщились на висках, и вдруг с губ моих слетела удивительная мольба. Господи, сделай чудо! И как прямое ее следствие еще более удивительное слово «О, если бы я мог молиться!» И тут только я заметил, что кто-то скребется в дверь. Войдите. Скорбно перебирая как четкие свое янтарное ожерелье, двойной ниткой спускавшееся на грудь, вдова, словно конькобежец, заскользила в мою сторону на войлочных подошвах своих зеленых шлепанцев. Продольные морщины, отвислая кожа под подбородком, бахромошали складки платья, все придавало ей сходство с плакучей ивой. «Я не люблю менять жильцов», начала она, «если хотите, можете остаться, а сейчас бегите к Фелисьену». При всей моей душевной растерянности я почувствовал легкие угоры совести. С какой стати я смеялся над этой туго накрахмаленной шемизеткой. Только она одна и была жесткой у тетушки полен. «Скорее, скорее, мальчик», повторила она. «Пообедайте потом». Когда Остемглав внесся по лестнице, она вдруг крикнула с таким яростным убеждением, что чуть было не вылетели обе ее вставные челюсти. «Ох, эта женщина!» Через четверть часа я вскочил в трамвай, промчался от остановки галопом на улицу про пижон как раз в тот момент, когда оттуда выезжал родительский автомобиль. Хотя мать, конечно, заметила меня, она даже не обернулась. За стеклом я увидел лишь ее острый профиль, подобный ножу гильотины. В три прыжка я очутился у дома лодуров, позвонил и стал топтаться у дверей. Скверное предзнаменование. На сей раз мне открыла не одна из барышень ладур, а служанка. Бросив ее в передний, я помчался в столовую. Вся семья была в сборе. Вся семья молчаливая, скупая против обыкновения на жесты, застывшая в растерянности, как в трясущемся желатине. Только взгляд кривоглазого был нацелен прямо на меня, все же остальные избегали смотреть в мою сторону, включая Мику, которая не отрывала взора от тарелки бульона, будто загипнотизированная глазками жира. Густо пахло гневом, унижением, конфузом. Разливательная ложка задрожала в руках мадам Ладур, простонавшей «Вам не следовало сюда приходить». Услышать это вы из столь милосердных уст было равносильно приговору. Она снова взялась разливать суп. Мику предприняла отвлекающий маневр, стала вытирать нос младшей сестренки. А я готов был провалиться сквозь землю, не зная, куда девать свои руки. Наконец Ладур скрестил руки на груди. Мне незачем уведомлять вас о том, нанес он мне удар, что ваши родители сейчас были здесь. Самое меньшее, что я могу о них сказать, они показали себя гнуснейшим образом. К несчастью, я не мог не подумать, что вы их достойный наследник. Фелисиан, умоляюще проговорила мадам Ладур, уведи его в свой кабинет. Его. Я уже стал простым местоимением. Кривой поднялся со стула. Меня не так испугал взгляд его единственного глаза, как монокль из черной тофты. Но Ладур снова тяжело рухнул на стол, подряд головой, как бык, подсчитывающий количество впившихся в него бандерилий, и негодующе промычал. Она посмела сказать, что жалеет об оказанном недоверии. Мы, видите ли, воспользовались этим, чтобы навязать вам свою дочь. И все это с таким видом, таким тоном. Не возражайте, мси Ладур. Я в курсе дела. У меня есть свои соглядаты. Впрочем, это секрет Полишинеля. Жан сам рассказывает встречному и поперечному, что ваша дочь его любовница. Молчание. Не взгляда в мою сторону? Нет, нет, нет. Я вовсе не ненавидел тебя, мамочка. Я только учусь понимать, что такое ненависть. Ты прибегла именно к такому роду клеветы, от которой всегда что-нибудь достанется. А эту клевету не могут простить ни они, ни я. К чему протестовать? Словами. Мои сжатые кулаки и челюсти, мои глаза протестовали куда красноречивее всяких слов. Впрочем, зря. Выдумка это или правда, обвинение само по себе достаточно серьезное. Если это правда, виновен я. Если это выдумка, виновна семья, где возможно такое вероломство и где Мику не могла бы жить, Ладур снова заговорил именно это он и объяснил мне. Я не поверил ни слову. Но ты сам понимаешь, сынок, что при сложившихся обстоятельствах остается одно — раззнакомиться. Ты нас знаешь. Мы Ладуры. Мы семья. на ваших высотах нам, возможно, трудно было бы дышать. Зато у нас есть некий орган, именуемый сердцем. Мои дочери свободны, но они не вступят в брак потихоньку, не перешагнут не то, что через распри, но даже через простое безразличие. Как бы нехорош был жених, кстати, к тебе это не относится. Все равно выходишь не за него одного, но и за всю его родню. Слава Богу, вы с Мишель даже не помолвлены. Мы не хотели замечать вашей взаимной склонности. Все это несерьезно, и твоя мать могла бы не заводить себе нового врага. Новый враг, уж поверь мне, отныне ей обеспечен. А что касается вас, Мишель, то вы оба еще очень молоды, вы скоро все забудете. Он поднялся со стула, на этот раз уже окончательно. Я повернулся к Мику, но она не шелохнулась, придавленная тяжестью коз, уложенных короной на голове. Но тут в тарелку супа скатилась слеза, и это оказалось сигналом ко всемирному потопу. Младшие девочки сразу же плаксиво сморщились, Сюзанна высморкалась, Сесиль громко потянула носом, а тетя разрыгалась. В течение нескольких секунд вся семья громко всхлипывала. Я не знал, куда деваться, и когда Ладур твердой рукой взял меня за плечо, я был даже благодарен ему за это. Домой я вернулся уже с готовым решением. На этот раз Фред показал мне пример. Завтра уеду в Париж. Утром постараюсь добиться перевода на филологический факультет. Продам свои юридические учебники, получил в Сентиме то, что еще не получил, какой-то пустяк. Понятно, можно бы остаться у тетушки Полен работать, но хвалебная отсюда в 30 километрах, а Мику меньше, чем в трех. Я хотел избежать любой капитуляции, и опасался, что могу скапитулировать дважды. К этому меня может принудить наша семья это раз, и могут принудить мои собственные сожаления, это два. выклянчивать примирение или тайное свидание, отступить перед трудностями или тоской ни за что на свете. «Ну как?» спросила вдова, когда я вошел в переднюю, но взглянув на мое лицо, не стала ждать ответа. «Так я и думала. Идите, миленький, обедать». Но мне хотелось побыть одному, мне равно претили и лапша, и жалость. «Простите меня, но я не хочу». Вдова вздохнула и перестала настраивать. Число людей, вздыхающих из сочувствия ко мне и тут же меня зачеркивающих, катастрофически росло. Я понял, что ей хочется меня поцеловать и не сердился на нее за то, что она верила в силу поцелуев. Ладуры тоже обожали лизаться. Завтра я уезжаю в Париж. За мой пансион было заплачено до конца месяца. Я мог бы потребовать половину денег, и, уверен, мадам Полен не отказала бы мне. Но мелкие подачки влекут за собой крупные. Уеду без гроша. «Подумайте хорошенько», сказала вдова, нервно перебирая свое янтарное ожерелье. Все было уже обдумано. Я заперся в своей комнате и в мгновение око уложил чемодан. Вещей было немного, и в чемодане осталось пустое место. Ну и пусть. Самое ужасное, что я ничего не увозил с собой на память о ней, если не считать бумажника из шагреневой кожи, но в нем нет ни фотографии, ни письма. Когда кожа перестанет певучи скрипеть под пальцами, что останется от этого очаровательного детского приключения, которое открыло мне совсем новый мир? Открывшийся, но тут же закрывшийся мир. У меня перехватило дыхание. Ну и ладно. Я уже начал было ее любить, эту малютку. Я мог сказать это не стыдясь, поскольку моя печаль была более живописной, чем мои любовные утехи. Я начинал любить ее, и моя мать догадалась об этом раньше меня. Ее поступок выдал ее, окончательно определил ее сущность. Больше всего она боялась вовсе не мигу, а того, что я могу быть счастлив. Она принудила меня учиться на юридическом факультете, потому что не может преуспеть человек в деле, навязанном ему против воли. Она устроила эту сцену у ладуров, имея перед собой двоякую цель. Одну, главную, добиться моего непослушания, извлечь из него решающий аргумент, чтобы удалить меня из семьи, сделать мое учение чрезвычайно затруднительным, а мое будущее неверным. Вторая цель побочная нанести мне удар в ту потаенную область чувств, куда ей несчастной не было доступа. Несчастной? Странное озарение. Подобный сатанизм мог быть порожден лишь ужасом или страданием. Еще недавно я считал, что спустился в самые глубинные недры ненависти, а дело было в ином. Так начиналось мое презрение. Психимора, воительница, стала старухой, искушенной и мерзкой паучихой. Она сошла с пьедестала, на которой вознесло ее мое злобное преклонение, знамение времени, благотворное действие грошового флирта. Сейчас мне казалось не так важно побороть ее, как обезвредить. Я говорю это тебе сегодня в свой черный день смятения чувств. Слушай, мать, я сведу тебя к нулю, сведу своим счастьем, которое для тебя оскорбление и которого я во что бы ни стало добьюсь. тебе просто было отказано в счастье или ты его потеряла. Конечно, мы еще далеки от цели и пока ты еще можешь торжествовать. Лежа одетый на кровати я хорохорился, надеясь заглушить боль. эти косы, уложенные короной, эти голубые глаза цвета детских пеленок, эти луковицы гиацинта, шотландская юбочка. Я потерял тебя, моя маленькая. Плачь же, плачь, хватай, глотай, слезы никого не позорят. Слеза скатилась, но у крокодила было слишком много зубов. Говорят, ночь хороший советчик, иногда плохой советчик. Моя вторая реакция была совсем иной, типичная реакция Резо. Завтра на заре я буду считать, что ладуры слишком легко выставили меня из дома, что Мику эта плакса вела себя бог знает как. Уже на вокзале перед самым отходом поезда. Я, повинуясь какому-то жестокому наитию, подошел к цветочному киоску и велел отправить мадемуазель Мишель Ладурф венок из белых цветов, великолепный кладбищенский венок с традиционной надписью от неутешного. Инстинкт подсказал мне лучше разрушить, чем потерять. Резо в лакеях это же скандал. Я не нашел ничего лучшего, чем этот черно-красный жилет, даже не новый и слишком широкий в груди, объем который равнялся 80 сантиметрам. Красный цвет иной раз цвет, стыдая, сохранил для семьи. Она, наша семья, еще заплачет по этому поводу кровавыми слезами. Скажем откровенно, я достаточно легко решился на этот шаг, столь оскорбительный для родни. Я видел только одну прелесть в этом унижении, возможность в моем лице принизить всех резо скопом. А черный цвет на моем жилете, цвет бунта, худо ли, хорошо ли, вознаграждал меня за другой его цвет. Впрочем, повторяю, я не мог найти себе иной работы, и это предложение, исходящее от студенческой взаимопомощи, давало немалое преимущество, ибо лакей живет, как известно, на всем готовом. Кроме того, это решение свидетельствовало о моем мужестве. Нужда порождает мужество, но гордыня тут же присваивает себе эту выиску. Под ее сенью переход в разряд гнущих спину необходимо смолча глотать обиды, вырабатывают силу характера. С этими ехидными надо быть философом, твердила рыженькая Адиль, переводчица, телефонистка и отчасти мажордом, когда одна из двух барышней пом наших хозяек кричала ей в трубку свое распоряжение. Это философия нищих, это атмосфера покорности, это лакейская разновидность стоицизма, ничуть не удовлетворяла меня. Ведь если ты обязан не забываться, то еще вправе не забывать и о своем достоинстве. Дабы спасти нас от сатаны, Господь Бог принял облик человека. Дабы спастись от моего демона, я пошел в лакеи, временно, конечно, до дня своего воскресения. К тому же не то это слово лакей. Мои довольно-таки двусмысленные функции в шикарном отеле на авеню обсерватор позволяли мне щеголять званием мэтр дотеля. Габриэль Пум, младшая из сестер и настоящая хозяйка отеля, снабдила меня фраком, который оказался мне столь же узок, насколько широк был жилет. В основном, сказала она мне, вы будете убирать мужские номера, А.М. Адамские. Вечером, то есть с шести часов, надевайте фрак. Ресторана я не держу, но кое-кто из приличных клиентов заказывает себе в номер ужин из соседнего ресторана. Сестры Пум особо весьма респектабельны, их полностью характеризуют каракулевые монтосеры шелковые шарфики и пронзительные дисконты, обе сестры Пум, по-французски это яблоко, кальвиль и ранет. Одна еще не старая, а другая вся в морщинах, условились по обоюдному согласию не слышать, как с треском взлетают к их лепным потолкам пробки от шампанского на любовном рандеву. Начиная с такой-то цены, а цены здесь вообще были высокие, любой постоялец становился более чем порядочной особой. В лоне известного комфорта, а ковры в номерах были толстые, скромность заглушает критику. Поэтому-то Мишель Пум, старшая сестра, еле поводила бровью, когда три юные особы запирались в номере люкс. Этот номер восемнадцатый числился за таинственной шубой, которую все именовали господин депутат. Или когда через приоткрытую дверь красного дерева видно было, как среди белой дня стрелой пролетала в ванную не по времени полураздетая женская фигура. Жанн, как только эта дама выйдет, оплосните немедленно в ванну, приказывала мне старая дева. Я особенно не любил старшую сестру Пум. Эта морщинистая старушонка, целыми днями торчавшая в холле и вышивавшая крестиком навочку, смело носить дорогое мне имя. Одно уж это меня бесило. Но чего я действительно не могу переносить, так это ее манеру каждую минуту и по любому поводу окликать меня по имени, как я сам в свое время называл наших фермеров. Особенно противно было видеть, как она шепчет на ухо уезжавшим постояльцам, не забудьте пожалуйста гарсона. Еще противнее было ее подмигивание, советовавшее мне поскорее освободить правую руку, хотя я с трудом удерживал в обеих руках бесконечное количество кожаных чемоданов, и протянуть ее для получения изысканного плевка, превосходного оскорбления, чьей в их мое отвращение в такие минуты было заметно за километр. Что тут такого? Это же нам полагается, шепела Адиль, рыжая телефонистка, не строй барина, а то всех клиентов распугаешь. Она выхватывала у меня из рук монету или кредитку, опускала эту милостыню в наш общий ящичек, так как вечерами мы делили выручку. Иногда к вечеру, когда я кончал пылесосить коридоры и вытирать кожаные кресла, я присаживался у подножия высокого табурета телефонистки. Не смотри на мои ноги, бросала она сквозь зубы и только потом замечала. Да опять он со своими книгами. Ноги Адиль и впремь меня не интересовали. Пока их разочарованная владелица я расносовала в аппарат разноцветные фишки и говорила безбожно коверкали иностранные языки сначала с перуанцем из 12-го номера, а потом с человеком, не имеющим гражданства из 21-го. Полосатый жилет усердно зубрил изменение каузальных форм в старофранцузском языке через флексию С. Так проходили эти шесть месяцев. График я познал эту истину еще в коллеже. Ничто иное, как камни-дробилка воспоминаний. 24 зубца суток хватают их, дробят на мелкие частицы, а время каток выравнивает их, расплющивает в памяти. Моя память немного удержала из этого превратившегося в пыль периода. Думаю, даже, что сделала она это с умыслом именно из-за полосатого жилета. Порывшись в памяти, я, конечно, обнаружу там Габриэль и Мишель Пом, двух архангелов наподобие Гавриэла и Михаила, расправляющих шарфики, как крылышки, готовых лететь дозов по первому требованию своих постояльцев. Эмму, молоденькую горничную, вытряхивавшую в окно пыльную тряпку, круп вверху, голова внизу. Шарлотту, кухарку, лоснящуюся уроженку мартиники. Опять Эмму в кружевной диадеме в шотландской юбочке из-под тишка посылающей мне улыбки шестнадцатилетней горничной. Меховой воротник депутата и эту надменно важную еврейку, жадно сосущую турецкие сигареты, неизменно стоявшую в глубине своего номера между плюшевыми красными портьерами, которые, казалось, вот-вот распахнутся, чтобы пропустить волну ее ароматов. Смутно слышу безличную смесь голосов. Вы забыли помыть беде в седьмом номере. По-прежнему Гарсону Юставу этот аргентинец всегда давал по сто монет. Пришел депутат, приготовь ему талон на три разговора. Жан, мою корреспонденцию, Жан, мои чемоданы. Только собственные мои голоса, внутренний и внешний, по-настоящему удержала память. Обращенный к одной из сестер пом, мальмазель, мыло кончилось. Обращенный к Мику, шестьдесят пять, семьдесят, восемьдесят дней. Я тебя не видел. Не видел тебя, детка. Горничный во внезапном порыве рук. Ну-ка, постой, крошечка, нахуй матушке тоже в порыве но уже иного сорта. Видела бы ты меня сейчас. Кухарки, спасибо, Шарлотта, я не пью вина. И это последняя реплика, сам не знаю, почему казалась мне наиболее для меня характерной. Среди сочленов нашего профсоюза домашней прислуги я единственный презирал вино. По приказу матери нам в хвалебном никогда не давали вина, если я допивал остатки церковного кагора лишь в качестве протеста. На авеню обсерватор красное вино вызывало во мне такое же чувство, как чаевые. Может же человек выказывать свое презрение хоть к мелочам, если ему нельзя проявлять его в серьезных вещах. Так проходили месяцы. Даже выходной день не давал мне возможности вырваться из этой серятины. В день седьмой я сидел у себя на седьмом этаже изубрил. Впрочем, и каждый вечер от девяти до двенадцати я брался за книги, отказывался слушать, как Эмма кричит под дверью, значит, мы с тобой так никогда и не сходим в кино, и отказывался слушать, как увещевала ее Адиль. Оставь его, он все учится с такой злобой в голосе, которую питают новобранцы к солдатам-добровольцам, профессиональные нищие к нищим случайным, осужденные на пожизненное заключение к осужденным на сроки. Искушение отдавалось у меня в коленях щекоткой, но другой голос шептал мне над ухом пророческие слова. Я сулю тебе будущее, которым вряд ли можно будет гордиться. А я не был слишком горд настоящим, чтобы терпеть его и впредь. Я погружался в учебники, а тем временем рядом за перегородкой храпела кухарка Шарлотта, и в коридоре две старушонки далеко за полночь обменивались гористыми соображениями о том, как подорожал лук парей. Само собой, разумеется, в зимнюю сессию я выдержал экзамены. Но пусть вас не слишком раздражает это, само собой, разумеется. Я не добрал одну очку, но жюри смелостью надо мной, приняв во внимание чрезвычайные обстоятельства, в которых мне приходилось заниматься. Возвращаясь на авеню обсерватор, я бесился и решил немедленно восполнить недостающую очку. Однако крошка Эмма в этот вечер оказалась менее изговорчива, чем мои экзаменаторы. Она позволила пригласить ее в кино, позволила ее обнять, пощупать, отвезти в нашу овчарню, втащить к нам на седьмой этаж, но очутившись в своей комнате захлопнула дверь перед самым моим носом. Вернувшись ни с чем в себе в коморку, я разразился смехом. Только сейчас я понял, чем заинтересовала меня эта заурядная девчонка. Подбородок у нее был круглый, волосы коротко острижены, руки шершавые от работы. Говорила она ужасным языком, зато носила юбочку из шотландки, и глаза у нее были голубые. Словом, она напоминала Мику. Мику. Это же глупость. Глупость. Так, даю тебе неделю сроку, произнес я вслух. Я посмеялся еще, впрочем, без всякой охоты. В течение полугода я убеждал себя, что вопрос Мику покончен. Молочный месяц, а молоко-то скисло. Чувство, у которого нет будущего, не заслуживает воспоминаний. Следовало думать о Мику как можно меньше, наброситься на учебники и пыльные тряпки. Я забыл довольно основательно. Но существует три вида забвения. Забвение сердца, забвение гордыни и забвение плоти. С одним из этих забвений дело обстояло довольно плохо. Где-то в глубине моего естества таилось глухое смятение. прошлое оживало при виде шотландских юбочек. Эмма была так похожа на Мику. Тем хуже для нее, для Эммы. Некоторые сожаления всего лишь фикция. Для этого мне потребовалось два месяца. Как-то сентябрьской ночью юбочка из песта и шотландки скользнула по разошедшимся половицам пола в мою комнату. Скажем, некий час Эмма оказалась невинной. Такое бывает даже среди служанок, но легко теряется в мансардах. Вот почему я сказал, что она была невинной, а не девственницей. Все резо мира отлично знают, что только барышни из хороших семей обладают драгоценной девственностью, потеря которой является катастрофой по меньшей мере в масштабе кантона, в то время как не стоящие внимания дочери простого народа обладают разве что не стоящей внимания невинностью, потеря которой не имеет никакого значения и которую потребитель рассматривает как некую гарантию вроде обертки стерильного бинта. Да и сама Эмма, видимо, придерживалась того же мнения. Ну вот, вздохнула она, рано или поздно, это должно было случиться. Скорчившись в уголку постели, великолепно нагая, на простынях сомнительной чистоты, целомудренная в своей ноготе она переживала жалкую зарю своей юности. Длинная шипучка, выпитая за счет сестер помп, поблескивала в глубине ее голубых глаз. У нее тоже голубые, как пеленки глаза, но голубизны пеленок, которые свалялись и побурели, пролежав целый год мокрые в неопрятной колыбельке. Я был не особенно удовлетворен победой. Этот легкий успех раздражал меня почти как поражение. Впрочем, разве это не настоящее поражение? Подобно моей матери, я принадлежу к особой категории людей, палачей собственных поступков в том смысле, что часто они совершают тот или иной поступок не из желания его совершить, а повинуясь некоему внутреннему велению. Странное в данном случае веление. Перед лицом желания все женщины взаимосвязаны, ибо они взаимозаменяемы, и та, что отдается, наносит оскорбление той, что себя блюдет. Но желание не может оскорбить любовь, ибо все предъявляемые им векселя фальшивы. Принося в жертву присутствующих, мы не властны уничтожить отсутствующих. Жалкая магия подмены любимых служанками, ненужные обиды, смешение жанров. Мой троицин день еще не наступил, мой демон по-прежнему жил во мне. Действительно получилось скверно. Через две недели рыжая, предположим, что из ревности выдала нас сестрам «Я не потерплю разврата». На седьмом этаже прошипела мадемуазель Габриэль, которая терпела только роскошный и дорогостоящий разврат, надежно защищенный дверями красного дерева. «Кроме того», добавила она, «Вот уже дважды о вас справлялся полицеевский инспектор. Интересно, что вы могли натворить у себя на родине, если за вами следят? В моем доме никаких историй. Лучше вам отсюда уйти». А Эму я отошлю к родителям. Я ушел в тот же вечер и с чистой бравадой я решил было увезти с собой Эму, но ее не оказалось дома. А когда она вернулась, сестры Пом, которые, несомненно, боялись неприятностей с несовершеннолетней и не желали привлекать к себе внимание полиции и нравов, выкинули ее еще до моего ухода и, не дав ей времени опомниться, доставили на вокзал Монфарнас, откуда она, вероятно, отбыла в свою родную деревню. Субтитры создавал DimaTorzok